Велимир Хлебников С прибоем рынка в поединок В студенчестве первоапрельские деньки радовали солнцем и праздником. Новосибирский академгородок оттаивал от зимы, из-под снега, наконец, появлялись тёмные пятна асфальта, зимние полушубки сменялись на курточки, девочки улыбались чаще и хотелось больше времени проводить в их обществе. Во второй половине восьмидесятых перестройка стала не только линией партии, но настоящим живым ветром перемен, о котором пели Скорпионс и который знал и чувствовал каждый. Невозможно было более прозябать в застое. Цены на нефть упали до 5 долларов за баррель, нефтяная рента казалась исчерпанной, здоровые силы общества искали применения в частной инициативе, политике, организационной деятельности. Это был подлинно революционный опыт освобождения духа и хозяйственного преобразования общества. Быт, отсталый, кондовый, звериный, везде и всюду требовал перемен. Перестройка завершилась с распадом Советского Союза в 91-м. И на заре новой капиталистической эры никто еще не догадался приплетать к шести годам всесоюзного пробуждения карманную приватизацию от того рыжего, который во всем виноват, и полное оболванивание населения по монетарному образцу. Тогда, до августа 91-го шла перестройка и проверялась экспериментальная рецептура социализма с человеческим лицом. После возникло 15 суверенных государств, были приняты меры шоковой терапии и, как результат, взяла свою рыночную экономику. До августа же 1991-го скорее ожидалось, что вся буйным цветом расцветшая кооперация, как инопланетный голливудский поток из видеосалонов, пресечется самым неожиданным образом. Собственно, путь генералов из КГБ, МВД и Министерства обороны и был такой попыткой. Под его метлой весь совок завертеться должен был в обратную сторону. Если бы страна не сказала ГКЧП однозначное «нет». Первая апрельская неделя обыкновенно радовала коротким, но ярким потоком капустников от разных юмористических клубов шести классических факультетов НВУ. О, рассмейтесь, смехачи! И смеянствовали смеяльно Квант – физический факультет, Контора братьев Дивановых – механико-математический факультет, Гея – геолога-геофизический факультет. Все они вершили своё дело заклятия смехом несвободы и убогого советского быта. Отчего грустная коммунистическая повседневность наших дней из чёрно-белой превращалась в весёлую и цветную, и многое оттого не выглядело «соу-рашен», каким снова выглядит ныне. «Соу-рашен», таким русским. В 2010-е годы у англосаксов возникло поветрие говорить так о мрачном неприветливом человеке, который не умеет или не желает улыбаться. Существительное «рашен» тем самым приобрело прилагательное значение. На сцене «Дома учёных» начинали свой путь надсмейные смеечи сериала «33 кв. метра» и ЛСП-студии Андрей Бочаров и Татьяна Лазарева, солировавшая некогда в пении и игре на скрипке в ансамбле политической песни «Амиго». Игорь Шаров выходил в длинных ботинках-лыжах и несуразном балахоне в помпончиках с пародией на Газбанова. «Я меняю свой набор хромосом», – пел. «Я вчера ещё был конём, а сегодня будённый на нём». Во Франции, куда квнщиков пригласили с концертами, на афишах значилось «Юмористы из Сибири». Четверть века спустя апрель всё тот же смехачи другими. Их количество увеличилось в сотни, если не в тысячи раз, и на всех эстрадных площадках, в больших и малых залах, на центральных и провинциальных телеканалах, в кабельном телевидении и в Интернете смеються они смехами усмеянных смехачей, и уже нет никакого спасения от ихСмеюнчиков и надсмеяльных РАСМЕШИЩ. О!' Засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствует смеяльно, О! засмейтесь, усмеяльно, О! РАСМЕШИЧ, надсмеяльных смех усмеянных смехачей, О! ИСМЕЙСЯ, РАССМЕЯЛЬНОЩ, Смех надсмеяльных смеячей! Вроде всё то же, хотя и в другом, гигантском масштабе, однако не то же и тем более не всё. Заклятие смехом новейших усмеянных смехачей, можно сказать, служит теперь только, чтобы поменьше думали о свободе, чтобы не думали даже совсем. Надсмеянные смеячи Смеева, Смеева делают своё дело усмеяния самой идеей разделения властей, многопартийности, свободы личности, слова и совести. Совесть осмеивают по привычке, слово по-родственному, переходя на язык площадной брани, чтобы уже точно никакому студентику не быть серьёзным. Смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики, и смеялась рассмеяльна Россия, при том, что «Soul Russian» Покуда живём. В гибком зеркале природы 1922 год. В четвёртом номере журнала «Красная новь» напечатана статья Владимира Майковского «Велимир Хлебников». Умер Виктор Владимирович Хлебников. Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения. Всего из сотни читавших, пятьдесят называли его просто «графоманом», сорок читали его для удовольствия и удивлялись, почему из этого ничего не получается. И только десять поэты-футуристы, филологи Апояс знали и любили этого Колумба новых поэтических материков, ныне заселённых и возделываемых нами. Апояс – общество изучения теории поэтического языка 1916-1925 годов. В него входили Шкловский, Эхенбаум, Тынянов, Якобсон и другие. Отрывая изучение стиля от анализа идейного содержания произведения, Апоясовцы отстаивали формалистический подход к литературе. Хлебников – не поэт для потребителей, его нельзя читать. Хлебников – поэт для производителя. У Хлебникова нет поэм, законченность его напечатанных вещей – фикция. Видимость законченности чаще всего дело рук его друзей. Мы выбирали из вороха бросаемых им черновиков, кажущиеся нам наиболее ценными, и сдавали в печать. Нередко хвост одного наброска приклеивался к посторонней голове, вызывая весёлое недоумение Хлебникова. Корректуре его нельзя было подпускать, он перечёркивал всё, целиком, давая совершенно новый текст. Принося вещь для печати, Хлебников обыкновенно прибавлял «Если что не так, переделайте» – читая, он обрывал иногда на полусловие и просто указывал «ну и так далее». В этом и так далее весь Хлебников. Он ставил поэтическую задачу, давал способ её разрешения, а пользование решением для практических целей – это он представлял другим. Конец цитаты. Мы, воины, воинный край уверовав, Суровой ратью по лону вод текли. Шеломы наши не сверкали серые, Кольчуги тускло отражались в них. Пищали, вспыхнули огнём, Мы знали, верой и огнём Рати серые с огнём. Моряной тихо веяло, И краше хитрых крас Над нами реял Наш незлобивый тихий спас. История знает всего несколько мастеров, которых в веках заслуженно можно увеличать поэтами для поэтов. Для царско-сельских поэтов таким был Иннокентий Фёдорович Анинский, для авангардистов – Виктор Владимирович Хлебников. На каком-то незримом дереве Слова зацвели, прыгая в небо, как почки, Следуя весенней силе, Рассеивая себя во все стороны, И в этом творчество и хмель молодых течений. О современной поэзии. В философии, вынужденной постоянно догонять поэзию, феномену поэта для поэтов может быть сопоставлен титул «Тайного короля философии», последним из которых в XX веке был Мартин Хайдегер, а первым, в V веке до н.э. – Платон. Между ними – кёнигсбергский затворник, Эммануил Кант, способ проблематизирования которого качественно отличался от того, что задали Сократ и Платон на заре теоретического мышления. Критика «Чистого разума» , сочинение революционное, освобождающее дух в постановке вопроса «как это возможно?», а не «что это такое?» по Платону. В эпоху Просвещения, в годы, непосредственно предшествующие свержению династии Бурбонов и воцарению республиканского консула Наполеона, Эммануил Кант открывает универсальный способ постижения вещей вне метафизических попыток проникновения в суть вещей. Тысячи лет люди дерзают ответить на вопросы «что есть мир?», «в чём смысл жизни?», «что такое человек?», «из чего возникает ещё больше вопросов о природе человеческого знания, вечных ценностей добра, справедливости и любви». Кант открывает, что достаточно знать, как это возможно, т.е. как это работает и какие имеет основания для своего бытия, чтобы управляться с вещами, как с механизмом. И тогда действительно можно стать властелином мира, царём природы, если не богом, божиком, божком, то, во всяком случае, местоблюстителем его к гибком зеркале природы. Годы люди и народы убегают навсегда, как текучая вода, в гибком зеркале природы, звёзды, небо, рыбы, мы, боги, призраки у тьмы. 1916. Владимир Владимирович Маяковский объясняет. Для так называемой новой поэзии, наше новейшее, особенно для символистов, слово – материал для написания стихов, выражения чувства мыслей. Материал, строение, сопротивление, обработка которого были неизвестны. Материал бессознательно ощупывается от случая к случаю, а литерационная случайность похожих слов выдавалась за внутреннюю спайку, за неразъединимое родство. Застоявшаяся форма слова почиталась за вечную, её старались натягивать на вещи переросшие слова. Без опоры на чувственность разум противоречив, антинамичен. Вся его противоречивость налицо в понятиях, выражаемых в речи при помощи слов и словосочетаний, и в суждениях, относящих одно рассудочное понятие к другому. Как, к примеру, без опоры на чувственный опыт ответить на вопрос, конечен или бесконечен мир. Хотя чувственный опыт вряд ли поможет в разрешении этого вопроса, так же, как Республиканский кодекс вряд ли мог помешать Наполеону сделаться Бонапартом и в завоевательных войнах дойти до границы с Россией. О, Азия, Тобой себя я мучу, Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья Твои ночные вечеровья. Где тот, кто день иной предрек? О, если б волосами синих рек Мне Азия покрыла бы колени, И дева прошептала таинственные пень. И тихая, счастливая, рыдала, Концом косы глаза суша, Она любила, она страдала, Вселенной смутная душа. И вновь прошли бы снова чувства, И зазвенел бы в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого борьбой. Умерших их я был бы современник, Творил ответы и вопросы, А ты бы грудой светлых денег Мне на ноги рассыпала бы косы. Учитель, – мне шепча, – Не правда ли сегодня Мы будем, сообща, Искать путей свободней? Кант поставил вопрос – как это возможно? Как возможно то или иное явление? Другими словами, как возможны математические истины и физическая наука, метафизическое обобщение знаний, эстетические воззрения, нравственность и мораль? Как возможен человек? О том, что это такое, есть много разных концепций – религиозных, философских, биологических, антропологических. Какой придерживаться, а какие отбросить – в этом, собственно, состоит мировоззрение той или иной социальной группы. Очевидно, что ответ католического священника будет отличаться от эволюционной теории дарвиниста, и даже два атеиста могут иметь на этот счёт три мнения. Но при ответе на вопрос, при каких условиях возможно появление и существование человека, все они приведут к фактам социальной природы сознания и того способа бытия белковых тел, которые принят в науке как определение понятия «жизнь». Кузнечик Крылышку я золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вер. «Пинь-пинь-пинь» – тарарахнул зензевер. «О лебедива», «О озари» Кант – первый философ, который занялся изучением не вещей самих по себе, а какие якобы человек может познать с помощью науки и философии, но самого оснащения человеческого разума – понятий, слов, существующих в форме априорных форм чувственности, категориальных синтезов рассудка и идей разума. Так и для Виктора Владимировича Хлебникова слово – это «самостоятельная сила, организующая материал чувств и мыслей». Это не то слово, которое бездыханное, намертво привязано к вещам, потребно для какой-нибудь практической деятельности и окончательно заезжено в ней, убито будничным употреблением. Живое, самовитое, небытовое слово ясно и точно должно варьировать любой оттенок мысли. Отсюда углубление в корни, в источник слова, во время, когда название соответствовало вещи. Когда возник, быть может, десяток коренных слов, а новые появлялись как падежи корня, склонения корней по-хлебникову. Например, «бык» – это тот, кто бьёт, «бок» – это то, куда бьёт, «бык» – «лыс» – то, чем стал лес, «лось» – «лис» – те, кто живут в лесу» Владимир Маяковский, Хлебников Сон – то сосед снега весной, То левое непрочное правительство в какой-то думе, Коса – то украшает темя, спускаясь на плечи, То косит траву, Мера – то полна овса, То волхвует словом 1911 Словотворчество, полагал Хлебников, Есть взрыв языкового молчания, Глухонемых пластов языка. Заменив в старом слове один звук другим, Мы сразу создаём путь из одной долины языка В другую, И, как путейцы, пролагаем пути сообщения В стране слов через хребты языкового молчания. Наша основа. Маяковский был убеждён, Что Хлебников создал целую периодическую систему слова. Беря слово с неразвитыми, Нередомыми формами, Сопоставляя его со словом развитым, Он доказывал необходимость И неизбежность появления новых слов. Конец цитаты. В статье «Образчик словоновшеств в языке» Поэт берёт глагол «летать» И, сопоставляя его с известными Примерами словообразования, Взрывается фейерверком новых смысловых форм. Летатель. Удобно для общего обозначения, Но для суждения о данном полёте Лучше брать полётчик-переплётчик, А также другие, имеющие свой Каждый отдельный оттенок. Например, Неудачный летун – бегун, Знаменитый летатай – ходатай, Оратай. И летчий – кравчий, гончий. Наконец, Ещё, возможно, Отец – лтица. По образцу – чтец – читатель. Для женщин удобно сказать Летавица – красавица, плясавица. Читать – чтение, летать – лтение. Сидящие в воздухолёте Люди – пассажиры Заслуживают имени летаки Ходок – игрок. Летаков было семь. Полётная снасть – взлётная снасть. Совокупность нужных вещей при взлёте или полёте. Самые игры летания следует обозначить Лета – бега. Явление лёта, а также общая постановка дела, может быть обозначена Летёж. Например, Успехи русского летежа в 1909 году. Летёж длился недолго. Общую сложность воздухолтения можно обозначить Летава – держава. Русская военная и торгово-промышленная Летава над Севером мира. Слово Летава может употребляться в смысле эскадра. Летава Японии. Две Летавы встретились готовые к бою. Народы, искусные в воздухоплавании, способные в нём, можно обозначить Летутные народы. Летавское летавное общество. Опасности Летобы – учёба, злоба, как явление людской жизни. Летоба – воздухоплавание, как проявление деятельности жизни. Летели – всякий снаряд летательный, свирели, качели. Блерио перелетел на своих летелях Ла-Манш. Необходимое для него летло – в смысле снасти – весло. Летины – именины. День полёта. Мы были на Летинах. Первин и Летин. Летало – авиатор. Известный за границей Летало Гюё. Летачество – лецкая дружина, литья Година. Ледьба – место и действия полёта, воздухоплавательный парк. Ледьбище – аэродром, ледьбищенская площадь. Летище – летовище, снасть и воздухоплавательный прибор, вообще место, связанное с полётом. Леталище – леталище, костюм летака. Лётня – корзина для летаков. Лётка – однолётка, дрожки-двуколка, машина-воздухоплавателя. Лётка-блерио – пятилётка. Двукрылка – небесные казаки, воздушные казачьи войска. Летёжная выставка – летистый снаряд. Летизна – способность лететь. Летаука – учение о полётах. Лёта – радость, лёта – наглость, лёта – ужас, лётий бог – стрибок, бог – воздухоплавание. Летучий полк – воздушная дружина. Летомая высота – высота возможного подъёма. Лётлый завод – лётлый снаряд. Лётлая река – воздушные течения пути пролёта. Лёта – летеса – дела воздухоплавания. Русские летеса – летесная будущность. Леточ, светоч – воздухоплавательный прибор. Татлин взлетел на своём леточе. Хлебников – образчик словоновшеств в языке. Могилой дум ударить мнели, Хлестнув по лицам и устам. Разбойники в утёсах каменели, Тянулись к ивовым кустам. Реки свободен жидкий меч, Есть рукоятка – нет руки. И голубую тянут сеть В прозор столетий рыбаки. 1915-й Немецкая классическая философия считала ошибкой Иммануила Канта аисторизм априорных форм чувственности и категориальных синтезов. Шеллинг и Гегель проявили всю мощь рассудочного мышления, доказывая, что восприятие мира в категориях единого и множественного, возможного, действительного, необходимого есть результат исторического развития человеческого рода. Каждый из нас видит мир протяжённым в пространстве и изменяющимся во времени. Каждый из нас судит о вещах в категориях, выработанных предками и остающихся безосновной основой наших суждений о мире, обществе и о себе. Кант полагал, что без чувственности ни один предмет не был бы нам дан, а без рассудка ни один нельзя было бы помыслить. Знания есть синтез ощущений и их априорных форм пространства и времени с априорными категориями рассудка, число которых по канту не превышало 12. 12. Это категории 1. Количество, единство, множество, цельность. 2. Качество, реальность, отрицание, ограничение. 3. Отношения, субстанция и принадлежность, причина и следствие, взаимодействие. 4. Четвёртое. Модальности, возможность и невозможность, существование и несуществование, необходимость и случайность. Неокантианцы Герман Коген и Пауль Наторп свели их количество к девяти. Воспоминания Достойны славы пехотинцы, закончив бранную тревогу. Но есть на свете красотинцы и часто с ними идут в ногу. Вы помните, мы брали перемышль пушкинианской красоты? Не может быть, чтоб вы не слышали осады вашей высоты. Как судорога пальба Кусманыка или перемышль старой старица, от поцелуев нежных странника вся современность не агарится. Ведь только, только не агари воскликну некогда товарищ. Самоотрицание в анчаре на землю ласковой чинаряс. А вы, старейшие из старых, старее, нежели дудо, идите прочь. Не на анчарах вам ведь воробушка гнездо. Для рукоплескания под мыши, раскрывши свой увядший рот, Вас много трепетных зайчишек скакало в мой же огород. В моем пере на Миссисипи обвенчан старый умный Нил. Его волну в певучем скрипе я эхнотенственно женил. 1915. Для русского авангардизма Велимир Хлебников стал кантом, шеллингом и наторпом в одном лице. Язык в своем историческом развитии не использовал образчики предложенных поэтам слова «новшеств», но сама идея сознательного направления речи в наиболее емкое русло словоупотребления, несомненно, продуктивно и поныне представляет собой задачу будущих дней. В статье современной поэзии поэт объяснял. Слово живет двойной жизнью. То оно просто растет, как растение, плодит друзу, звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идет на службу разуму – звук перестает быть всевеликим и самодержавным. Звук становится именем и покорно исполняет приказы разума. Тогда этот второй, вечной игрой, цветет друзой себе подобных камней. То разум говорит «слушаюсь» звуку, то чистый звук – чистому разуму. Это борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящее в слове, дает двойную жизнь языка в округа летающих звезд. Велимир Хлебников о современной поэзии Люди склонились над бездной, забытыми пращур над звездной, стонет молчание в возгласах весел, стали рабами ремесел. О, этот тел, буй, забыли вы, русские, и у начальности целву, те, кого взоры тусклые. В философии Иммануила Канта априорные формы чувственности пространства и время и категория рассудка числом 12 даны до всякого опыта, до какого-либо сознательного отношения даны априори. Они и составляют структуру человеческого сознания. И прежде чем познавать мир, мыслитель из Кёнигсберга исследует возможности, пределы познания путём обращения к устройству самого познающего инструмента – разума. Этот новый подход к решению проблем познания Кант назвал своим «коперниканским переворотом» философии. 120 лет спустя неокантианцы показали, что структура сознания определена культурой, многовековым опытом предков, благодаря которому мир видится нам именно так, а не иначе. В поэзии, как самой авангардной части культуры, Велимир Хлебников взялся поменять точку отсчёта, искусственно конструируя язык, в понятийной системе которого воспринимается мир. Это был его «коперниканский» переворот в самих основах миропонимания и культур. В одном творчестве разум вращается кругом звука, описывая круговые пути, в другом – звук кругом разума. Иногда солнце – звук, а земля – понятие, иногда солнце – понятие, а земля – звук, или страна лучистого разума, или страна лучистого звука. Хлебников о современной поэзии. Предтечи – я сжатое поле, Жнецы в нём ходили с серпами, И вестью на воле Меня осудили цепами. В работе 1924 года о Хлебникове драматург и литературовед Юрий Тынянов писал. Когда умер Хлебников, один крайне осторожный критик – именно, может быть, по осторожности – назвал всё его дело несуразными попытками обновить речь и стих, и от имени не только литературных консерваторов объявил ненужную его «непоэтическую поэзию». Всё зависит, конечно, от того, что разумел критик под словом «литература», если под литературой разуметь периферию литературного и журнального производства – лёгкость осторожных мыслей – он прав. Но есть литература на глубине, есть жестокая борьба за новое зрение с бесплодными удачами, с нужными, сознательными ошибками, с восстаниями решительными, с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом в деле бывают подлинные, не метафорические. – смерти людей и поколений. Конец цитаты Где зверь напишет кровью «Эй, я юноше тело ем!» Там, скажет мать, – дала сынов я, – мы, старцы, рассудим, что делаем. Правда, что юноши стали дешевле, Дешевле и снега, бочки воды и телеги углей. О, гнилоокая, косящая стебли, Сильных рук взмахом играя, наглей! Старый игрок, не прогнал тебя никто, Давно пора земного шара. Хрипло дыша и навек-то, Шагнёт за тобой твоя пара. Хриплая смерть, Твои цеппелины, Ты дышишь гаваной, но вовсе не курица В колбочку смерти. И полоний откроемте в ней, как кюри. Есть овощ золотой на жезле, Его бери, башкирцева, и правь. Уже ли надо, чтобы юноши исчезли, И нами стала мертво яй? Падают брянские, растут у Монташева, Юноши падают, Нет уже нашего черноглазого короля Беседы за ужином. Он дорог, поймите, он нужен нам. Кто книжечку издал, Последние песни оленя, Продетый кольцом за колени, Рядом серебряной шкуркой у зайца, Висит там, где сметана, Мясо и яйца. Мёртвые юноши, мёртвые юноши, По площади плещется стон городов, Как будто разносчик со связкой дроздов. Дешёвые юноши, дешёвые юноши! 1915. Обычное представление, что учитель подготовляет приятие учеников, Продолжает Тынянов. На самом же деле совершается обратное. Тютчева подготовили для восприятия и приятия фет и символисты. То, что казалось у Тютчева смелым, но ненужным в эпоху Пушкина, Казалось безграмотностью Тургеневу. Тургенев исправлял Тютчева. Поэтическая периферия выравнивала центр. Только символисты восстановили истинное значение метрических безграмотностей Тютчева. Так, – говорят музыканты, – исправлялись безграмотности и несуразности Мусоргского, полуизданного до сих пор. Все эти безграмотности безграмотны, как фонетическая транскрипция по сравнению с правописанием Грота. Проходит много лет подземной, спрятанной работы ферментирующего начала, Пока на поверхность может оно выйти уже не как начало, а как явление. Юрий Тынянов, Охлебникове Дорога к людей уравнению Легла сквозь леса уравнений. Там поёт число, Верещит, шумит, На ветвях величин. 1922 Как и к великому немецкому мыслителю, к Велимиру Хлебникову применим осуждение – он не искал, он находил. Хлебников объяснил способ словотворчества, порождающего идеи вещей и процессов, способ конструкторской деятельности, при котором сначала возникает представление об устройстве того или иного предмета или явления, не данного изначально в опыте, а затем предметы или явления синтезируются или обновляются в действительности. В информационную эпоху в таком способе организации деятельности удивительного мало. Офисные работники вынуждены несколько раз в год привыкать к новому интерфейсу, апгрейду или ещё какому-либо инжинирингу компьютерных программ, с которыми ежедневно имеют дело, и приспосабливаться под непрерывные изменения. Новый интерфейс и опции, новейшие разработки и приложения, гаджеты и девайсы со временем до неузнаваемости преображают будни и досуг. К сожалению, словоновшество в этом деле, как и само дело, на протяжении полувековой истории принадлежит отнюдь не российским разработчикам и нерусскому языку. Ни тогда, ни сейчас социальную реальность невозможно было выправить правильной литературной перспективы. Последняя к тому же попала под каток социалистического реализма партии и правительства, у кого слово «творчество» было в корне иного рода – НКВД, ГУЛАГ, КОЛХОЗ, ОСОУАВИАХИМ, ДОСААВ, Словотворчество, Новоязы. Социальная реальность её кондовым бытом и тяжёлой плотью советской и постсоветской государственности, в которой я, как все, адово далека кляду от продвинутых конкурентов из Кремниевой долины. Ах, нынче я, как все, сколько муки, горький сев, мелко муки! Себя тоньше стань, ладонь щеп сомненья и презренья, кину я в твой стан, сгину я, сяду, всё кляду. В 1922 году всё кляду не было актуально для Владимира Маяковского, и он настаивает. Во имя сохранения правильной литературной перспективы считаю долгом чёрным по белому напечатать от своего имени и не сомневаюсь от имени моих друзей, поэтов Осеева, Бурлюка, Кручёных, Каменского, Пастернака, что считали его и считаем одним из наших поэтических учителей и великолепнейшим и честнейшим рыцарем в нашей поэтической борьбе. После смерти Хлебникова появились в разных журналах и газетах статьи о Хлебникове полные сочувствия. С отвращением прочитал. Когда, наконец, кончится комедия по смертных лечениям? Где были пишущие, когда живой Хлебников, оплёванный критикой, живым ходил по России? Я знаю живых, может быть, не равных Хлебникову, но ждущих равный конец. Владимир Маяковский, Велимир Хлебников Голод Почему лоси и зайцы по лесу скачут, прочь удаляясь? Люди съели кору осины, Ели побеги зелёные. Жёны и дети бродят в лесах И собирают берёзы-листы. Для щей, для окрошки, борща, Елей, верхушки и серебряный мох – пища лесная. Дети, разведчики леса, Бродят по рощам, Жарят в костре белых червей Заячью капусту и гусениц жирных Или больших пауков, А не слаще ореха. Ловят кротов и ящериц серых, Гадов шипящих стреляют из лука, Хлебцы пекут из лебеды. За мотыльками от голода Глянька бегает. Полный набрали мешок, Будет сегодня из бабочек борщ. Мамка сварит. На зайца, что нежно, Прыжками скачет по лесу, Дети точно во сне, Точно на светлого мира видения Все засмотрелись, Большими глазами, Святыми от голода, Правде не веря. Но он убегает проворным видением, Кончиком уха чернее сквозь сосны, И вдогонку ему стрела понеслась, Но поздно сытный обед ускакал. А дети стоят очарованные. Бабочка, глянька, там пролетела, Лови и беги, а там голубая, Хмура в лесу. Волк прибежал издалёка На место, где в прошлом году Он скушал овцу. Долго крутился ёлой крутобокий, Всё место обнюхал, Но ничего не осталось, Дела муравьёв, кроме сухого копытца. Огорчённый комковатые рёбра Поджал и утёк за леса. Тетеревов олобровых И глухарей серогрудых, Заснувших под снегом, Будет давить лапой тяжёлой, Облаком снега осыпан. Лисичка, огнёвка пушистая, Комочком на пень забралась И размышляла горюе. Разве собакою стать? Людям на службу пойти? Сеток растянуто много, Ложись в любую, Опасно съедят, как съели собак. И стала лисица лапками мыться, Покрытая парусом красным хвоста. Белка ворчала, Где же мои орехи и жёлуди? Я не святая, Кушать я тоже хочу. Тихо, прозрачно, Сосна целовалась со синой. Может, на завтра их срубят на завтрак. 1921 В лесах уравнений Затерялась идея Справедливого социального распределения. Её ничтоже сумняшися Номенклатурные работники Заказали себе на обед И запили выдержанным Кахетинским. Число умерших От голодоморов по Волжье В 1932-1933 годах, Возникшего по причине Принудительных сталинских хлебозаготовок, Исчисляется миллионами жертв И свидетельствует о политике Самого настоящего геноцида. Чтобы никому не удалось убежать, Войска НКВД брали местность в кольцо, И крестьяне вымирали семьями И целыми деревнями. Кремлёвский горец Проводил мудрую Интернациональную политику ВКПБ. Спустя 90 лет Эти земли заселены Многочисленными переселенцами С южных гор. Бессребряничество Велимира Хлебникова, По словам Маяковского, Принимало характер Настоящего подвижничества, Мученичества За поэтическую идею. Можно сказать, что вместо того, Чтобы считаться сущим В расчёте на него, Как это делают все нормальные люди, Поэт для поэтов Растрачивал себя в бытии На истину бытия. Его любили все знающие его, Но любили здоровым и остроумным, А не мнительным и больным. После голодной зимы И недолеченной малярии В мае 1922 года Страдающий приступами лихорадки поэт Отправился к художнику Петру Митуричу В крестецкий уезд Новгородской губернии. Там его разбил паралич. Через две недели Окончательно отнялись ноги. Началась гангрена. Из больницы в крестцах Велимира Хлебникова Выписали как безнадёжно больного. Полностью парализованный Он скончался 28 июня 1922 года В деревенской бане Петра Митурича. Предбанник был завален цветами. Их как можно больше просил поэт. Медикаменты, продукты, деньги Придут от петроградских грузей Уже после кончины. Первый председатель земного шара Велимир Хлебников Выведет голубой краской На крышке его броба Художник Пётр Митурич. Произошло это в селе Санталово, Ныне уже несуществующем, Ненаселённом пункте. Отделяясь от бытового языка, Учил поэт поэтов, Самовитое слово так же Отличается от живого, Как вращение земли кругом солнца Отличается от бытового вращения Солнца кругом земли. Самовитое слово Отрешается от призрака В данной бытовой обстановке И на смену самоочевидной лжи Строит звёздные сумерки. О свободе Вихрем разумным, вихрем единым, Все за богини туда, Люди крылом лебедины Знамя проносят труда. Жгучи свободы глаза, Пламя в сравнении, Холод, Пусть на земле образа Новых построит их голод. Двинемся, дружные, к песням, Все за свободой вперёд, Станем землею, воскреснем, Каждый потом оживёт. Двинемся в путь очарованный, Гулким внимая шагам, Если же боги закованы, Волю дадим и богам. 1918–1922 Стать звонким вестником добра 18 февраля 1921 года Велимир Хлебников сообщал из Баку в Москву Владимиру Маяковскому. «Думаю писать вещь, В которой бы участвовало всё человечество – три миллиарда, И игра в ней была бы обязательна для него. Но обыкновенный язык Не годится для вещи И приходится создавать новый шаг за шагом». Конец цитаты. Интерактивные игры создателя мира На языке вавилонского столпотворения Не слишком ли высоко замахнулся поэт? Третье тысячелетие перешагнуло порог. В эпоху творческого завета Не именно этого ли ждёт от человека творец? Моих друзей летели сонмы, Их семеро, их семеро, их сто, И после испустили сто онмы, Нас отразило властное ничто. Дух облака, одетый в кожу, Нас отразил печально непохожих, Но года изученных продаж, Где весь язык лишь дам и дашь. Теперь их грёзный кубок вылет, О, роковой стомил их вылет, А вы, проходя по дорожке из Мауни, Уже ли нас спросите тоже, Куда они? Писать вещь, в которой бы участвовало Всё человечество – три миллиарда. Это что же за вещь такая? И игра в ней была бы обязательно для него? И какой должна быть работа, Чтобы её создать? Владимир Майковский свидетельствовал. Меня поражала работа Хлебникова. Его пустая комната всегда была завалена тетрадями, Листами и клочками, Исписанными его мельчайшим почерком. Если случайность не подворачивала К этому времени издание какого-нибудь сборника, И если кто-нибудь не вытягивал из вороха Печатаемый листок, При поездках рукописями набивалась наволочка. На подушке спал путешествующий Хлебников, А потом терял подушку. Ездил Хлебников очень часто. Ни причин, ни сроков его поездок Нельзя было понять. Года три назад мне удалось С огромным трудом устроить Платное печатание его рукописей. Хлебниковым была передана мне Небольшая папка путанищих рукописей, Взятых Якобсоном в Прагу, Написавшим единственную Прекраснейшую брошюру о Хлебникове. Накануне сообщенного ему дня Получения разрешения и денег Я встретил его на театральной площади С чемоданчиком. Куда вы? На юг? Весна? И уехал. Уехал на крыше вагона. Ездил два года. Отступал и наступал с нашей армией в Персии. Получал за тифом тиф. Приехал он обратно этой зимой В вагоне эпилептиков, Надорванный и ободранный В одном больничном халате. Владимир Маяковский, Велимир Хлебников. Гонимым кем, о чём я знаю, Вопросом поцелую в жизни сколько, Румынкой дочерью Дуная Иль песню лет про прелесть польки. Бегу в леса ущелья пропасти, И там живу сквозь птичий гам, Как снежный сноб сияют лопасти Крыла, сверкавшего врагам. В судеб виднеются колёса С ужасным сонным людям свистом, И я, как камень неба, нёсся Путём не нашим и огнистым. Люди изумлённо изменяли лица, Когда я падал у зари. Одни просили удалиться, А те молили о зари. Над юга степью, Где волы качают чёрные рога, Туда, на север, где стволы Поют, как струнами дуга, С венком из молнии белый чёрт Летел, крутя в лосы бородки. Он слышит вой в лосатых морд, И слышит бой в сковородке. Он говорил, Я белый ворон, Я одинок. Но всё, И чёрную сомненья ноши, И белой молнии венок, Я за один лишь призрак брошу, Взлететь в страну из серебра, Стать звонким вестником добра. У колодца-расколодца Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцы Отразились повода, Часть, как узкая змея, Так хотела бы струя, Так хотела бы водиться, Убегать и расходиться, Чтоб ценой работы добытые Зеленее стали чёвоты Черноглазая гия. Шёпот, ропот, Неги стон, Краска тёмная стыда, Окна, избы с трёх сторон Воют сытые стада. В Карамысли есть цветочек, А на речке синий чёлн. На, возьми другой платочек, Кошелёк мой туго полный. Кто он? Кто он? Что он хочет? Руки дикие и грубы, Надо мною лихо хочет Близко тядькиной избы. Или… Или я отвечу чернооку-молодцу, О, сомнений быстрых вечи, Что пожалуюсь отцу? Ах, юдоль моя гореть, Но зачем устами ищем Пыль гонимую кладбищем Знойным пламенем стереть? И в этот миг пределом горшим Летел я сумрачный, как коршун, Во зреньем старческим, Глядя на вид земных шумих. Тогда в тот миг увидел их. 1912-й Структуру сознания, априорно присущую человеку, Немецкий король философии Эммануил Кант Обозначил термином «трансцендентальный» Или «гносиологический» субъект. Историчность этого субъекта доказали последователи Канта Фридрих Шеллинг и Георг Гегель. И хотя русские авангардисты Начало двадцатого века в большинстве своём Диалектику учили не по Гегелю, Словотворчество, которым они дружно занялись, Исподваль стремилось возвести индивидуальное, Детерминированное временем и причинностью В надиндивидуальное, трансцендентальное, Освобождённое от груза наличной причинности. РОДИНА ТВОРЧЕСТВА Будущее Велимир Хлебников Дерзание Велимира Хлебникова направить искусство в будущее Путём овладения самовитым словом, свободным от навязываемой бытом, утилитарно-коммуникативной функции, развивающимся вне быта и жизненных польз, есть ни много ни мало предания словотворчеству миссии трансцендентального субъекта. Саморазвитие самовитого слова и его стремление к тому, чтобы вырасти в законченное произведение искусства – это, пожалуй, первая попытка в человеческой истории сознательного, культурного, почти математического формирования гносиологического начала любой познавательной деятельности. Нам предлагается сначала создать каркас понятий будущего, а потом организовать свою деятельность таким образом, чтобы эти понятия воплотить в обиходные совокупности конкретных вещей. Чем не задача творца, творческая задача? Что ещё надо? Мне мало надо краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака. Поэт знает, язык говорит нами, а не мы языком. Именно язык – то единственное, что нельзя вывести из человеческой деятельности, но любое совместное действие нуждается в языке. Язык – это дом бытия, приют человеческой сущности, – полагал тайный король философии Мартин Хайдеггер. «Ну и что? – возражает поэт для поэтов, поэт для производителя. – Пускай язык, развиваясь исторически и стихийно, диктует человеку свои правила и слова, как это делает учитель в классе. Это не помешает мне производить самовитые слова. Познав свободную необходимость словотворчества, мы сами будем диктовать учителю языку, куда и как разбиваться, каким пределом горшему ему вознестись, увидим, познаем, прочувствуем и только потом сами пойдём, проверенным его величеством, самовитым словом, путями». Такой получается перевертень. Перевертень. Кукси, кум, мук и скук. Конь топот инок, но не речь очорен он. Идём, молот долом меди, чин зван мечом навзничь. Голод, чем меч долог? Пал аноров худ и дух ворона лап. А что, я лов? Воля отча. Яд, яд, дядя, иди, иди, мороз в узел, лезу взором. Солов зов, вос, волос. Колесо, жалко поклаж. Оселок. Сани, плод и вос, зов и толп, и нас. Горд дох, ход дрог. И лежу, ужель, зол, гол, лог, лос. И к вам, и трем смерти мавки. 1912. Собственно говоря, в целях разработки фундаментальной антологии Мартин Хайдегер и создал язык этой антологии в «Труде, Бытие и Время» 1927 год. Чем не самовитое слово? С тех пор желающие проникнуть в темпоральную структуру бытия говорят языком Тайного Короля, Хайдеггерствуют. Философский перевод работ Хайдегера на русский язык выполнен Владимиром Бибихиным. Филолог и философ он конгениально использовал данную нашим языком возможность воссоздания немецкой мыслящей речи. И чтобы соблюсти дословность исследования Хайдегеру и для удобства параллельного чтения и цитирования, осуществлял перенос со страницы на страницу на том же слове и во всяком случае на той же строке, что и в немецком. Владимиру Бибихину, как некогда Мартину Хайдегеру и Велимиру Хлебникову досталось выполнение инженерно-конструкторской задачи построения языка в языке, а именно – воссоздание немецкой мыслящей речи в грамматике и лексике русского языка, которую ему пришлось не однажды подвинуть, чтобы справиться с грандиозным по масштабу исканием новых просторов самовитого русского слова. «В нашем языке незаметно существует много такого, над чем не задумывались, но для чего же и нужна философия», сообщает он, соглашаясь с историком и литератором Михайловым, в мысли о том, что «мы переводим никоим образом не смысл текста, ибо смысл непрестанно меняется с нашим толкованием текста и таким образом с временным, но в еще меньшей мере переводим мы и где-то лишь терминологическую систему текста или стилистически-интенциональное в тексте, но через уверенность интуиции мы «перенимаем» что-то. Владимир Бибихин. Примечание переводчика. Из послесловия Мартина Хайдегера к работе «Что такое метафизика». Перевод выполнен Бибихиным. Мышление, чьи мысли не только не настроены на счет, но вообще определяются другим, чем сущее, пусть будет названо бытийным мышлением. Вместо того, чтобы считаться сущим в расчете на него, оно растрачивает себя в бытии на истину бытия. Это мышление отвечает вызову бытия, когда человек передоверяет свое историческое существо той единственной необходимости, которая не понуждает вынуждениям, но создаёт нужду, восполняемую свободой жертвы. Нужда в том, чтобы сохранялась истина бытия, что бы ни выпало на долю человеку и всему сущему. Жертва есть изъятая из всякого принуждения, ибо поднимающиеся из бездны свободы растрачивания человеческого существа на хранение истины бытия для сущего. В жертве осуществляет в себя потаённая признательность, единственно достойное от благодарения за расположение, в качестве которого бытие припоручило себя существу человека в мысли, чтобы человек взял на себя в своём отношении к бытию обережение бытия. Изначальное мышление – отголосок расположения бытия, где светит и сбывается единственное, что сущее есть. Этот отголосок – человеческий ответ на слово беззвучного гонуса бытия, ответ мысли – исток человеческого слова, слово, которое только и даёт возникнуть языку, как к разглашению слова в словаре. Конец цитаты. «Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок» В 1921 году на подступах к Хлебникову лингвист и литературовед Апоязовец Роман Осипович Якобсон эксплицировал. Если изобразительное искусство есть формовка самоценного материала наглядных представлений, если музыка есть формовка самоценного звукового материала, а хореография – самоценного материала жеста, то поэзия есть оформление самоценного, самовитого, как говорит Хлебников, слова. Поэзия есть язык в его эстетической функции. Конец цитаты. Оба определения представляются точными – языка, как разглашение слова в словаре, и поэзии, как языка в его эстетической функции. Виктор Владимирович Хлебников – вели мир, повелитель мира, как окрестил его Вячеслав Иванов на одной из своих сред – звонкий вестник добра, дело и смысл его жизни – поэзия, как разглашение слова в словаре в его эстетической функции. Поднимающиеся из бездны свободы растрачивания человеческого существа на хранение истины бытия для сущего – в этом весь Хлебников. Бытие препоручило себя, существу его, в мысли, чтобы он взял на себя в своём отношении к бытию обережение бытия. Маяковский узнал в нём великолепнейшего и честнейшего рыцаря в нашей поэтической борьбе – тот ответ вызову бытия, когда человек передоверяет своё историческое существо единственной необходимости, которая не понуждает его вынуждения, но создаёт нужду, восполняемую свободой жертвы. В жертве – поэта для поэтов – осуществила себя подтаённая признательность, единственно достойная от благодарения бытия за расположение, в качестве которого бытие препоручило своё обережение человеческому существу. ОПЫТ ЖЕМАННОГО Я нахожу, что очаровательная погода, и я прошу милую ручку изящно переставить ударение, чтобы было так – смерть с кузовком идёт по года. Вон там, на дорожке, белый, встал и стоит ВИДДЕННЕГА. ВЕЧЕР ЛИ? ДЕРЕВО. ПРИХОТЬ МОЯ. Ах, позвольте мне это слово в виде НЕГИ. К нему я подхожу с шагом изящным и отменным, и кланяясь ЗОВУ. Если вы не отрицаете значение любви, чар, то я зову вас на вечер. Там будут барышни и панны, а стаканы в руках будут пенны. Ловя руками тучку, ветер получает удар ея, и не я, а согласно махнувшие в глазах светляки мне говорят, что сношения с загробным миром легки. 1908. А что же в биографии поэта не нашлось места от благодарения её? Ранней весной 1917 года, измученной военной службой, запасном пехотном полку, казарменным бытом, психиатрическими комиссиями в Царицыне, Астрахани и Казани, Хлебников добивается пятимесячного отпуска и отправляется в революционную столицу. Обжигатель сырых длин человечества в кувшины времени в поединке с перебоем рынка нацепляет на лоб неувидаемый венок председателя земного шара и зачинает охоту за душами людей. Под его воззванием ставят свои подписи, удлиняя список председателей, члены китайского посольства Тин Эли и Янь Юй Кай, молодой объясинец Али Сарар, писатели Евреинов, Зинкевич, Маяковский, Кузьмин, Каменский, Осеев, Бриг, Пастернак, Спасский, художники Бурлюк, Малевич, Кувтин, Синякова, лётчики Богородский, Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, композитор Прокофьев, американцы Крауфорд, Виллер и Дэвис и многие другие. 25 мая На болотистой почве Невы звонкий вестник добра водружает знамя председателя земного шара. Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей, по ночам мы толпились у ограды и через кладбище, через огни города мёртвых смотрели на дальние огни города живых и далёкий Саратов. Я испытывал настоящий голод пространства, и на поездах, увешанных людьми, изменившими войне, прославлявшими мир, весну и её дары, я проехал два раза туда и обратно, путь Харьков-Киев-Петроград. Зачем? Я сам не знаю. Весной я встретил на вершине цветущей черёмухи, на самой верхушке дерева, около Харькова. Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже, звёздное небо одной ночи, я наблюдал с высоты несущегося поезда. Подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны чёрной черёмухой паровозного дыма, и когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины. Но какой теперь Петроград, теперь Ветроград, шутили в поезде, когда осенью вернулись к Неве. Велимир Хлебников, Октябрь на Неве Свобода приходит на Гая, Бросая на сердце цветы, И мы с нею вместе шагая Беседуем с небом на ты. Мы воины смело ударим Рукой по суровым щитам, Да будет народ государем Всегда, навсегда, здесь и там. Свободу неси нищетам, Пусть девы споют у оконца Меж песен о древнем походе, О верно подданном солнца САМОУПРАВНОМ НАРОДЕ. 19.09.1917. 1921-22. В Мариинском дворце в это время заседало Временное правительство, и мы однажды послали туда письмо. Здесь Мариинский дворец, Временное правительство, всем-всем-всем правительство земного шара на заседании своём 22 октября постановило, первое – считать Временное правительство временно несуществующим, а главно-насекомствующего Александра Фёдоровича Керенского, находящимся под строгим арестом. Как тяжело пожатье каменной десницы. Председатель земного шара, Петников, Ивнев, Гурье, Петровский, я – статуя командора. В другой раз послали такое письмо. Здесь Зимний дворец Александре Фёдоровне Керенской. Всем-всем-всем. Как? Вы ещё не знаете, что правительство земного шара уже существует? Нет. Вы не знаете, что оно существует? Правительство земного шара. Подписи. Милимир Хлебников, Октябрь на Неве. «Почему за поединок мыслей поэт ответственней, чем за поединок мячей или пистолетов?» – ставил вопрос Роман Осипович Яковсон. Что, если каждый революционер, а не один только Хлебников или Маяковский, полон в себе противоречий? Кто из людей не сталкивался с противоречивостью своей натуры, когда приходится выбирать, и выбор мучительно труден. И обязательно какая-нибудь ничтожная случайность склонит выбор в ту или иную сторону, а при позднейшем рассмотрении выяснится, что вовсе необязательной случайность была. Иранская песня Как по берегу Ирана, по его зелёным струям, по его глубоким сваям, сладкой около воды, вышло двое чудаков на охоту судаков. Они целят рыбе в лоб. – Стой, голубушка, стоп! Они ходят, приговаривают, верю, память не соврёт, уху жарят и пожаривают. Эх, не жизнь, а жестянка! Ходит в небе самолёт, братвой облаку удалован. Что же скатерть-самобранка самолётова жена? Или случайно запоздала, или во строк погружена? Верю в сказки наперёд. Прежде сказка станет былью, но когда дойдёт черёд, моё мясо станет пылью. И когда знамёна оптом пронесёт толпа ликуя, Я проснуся, в землю втоптан пыльным черепом тоскуя. Или все мои права брошу будущему в печку? Эй, чернее лугов трава! Каменей навеки речка. 1921. Через несколько дней после переворота, в ночь с 25 на 26 октября, Невский снова был многолюден и оживлён. На нём не раздалось ни одного выстрела. Военные училища большевики взяли одно за другим, население осталось безучастным. Совсем не так происходило в Москве. Город был частично оцеплен, обстрелы накрыли Трубную, Мясницкую и Тверскую, а председатель земного шара поздней ночью прогуливается по Садовой. Мы хотели всему дать имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город воробьёвыми горами, город был цел. Я особенно любил замоскворечье и три заводских трубы, точно свечи, твёрдой рукой зажжённые здесь, чугунный мост и враньё на льду. Но над всеми золотыми куполами господствует выходящий из громадной руки светильник трёх заводских труб. Железная лестница ведёт на вершину их. По ней иногда подымается человек, священник свечей перед лицом из седой заводской копоти. Кто он, это лицо? Друг или враг? Дымописанный лоб, висящий над городом и обвитой бородой облако. И не новая ли черноокая гурьетель Хайн посвящает свои шелковистые чудные волосы тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие? Мы ещё не знаем, мы только смотрим, но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом. Здесь же я впервые перелистал страницу книги мёртвых, когда видел вереницу родных у садика Ломоносова в длинной очереди в целую улицу, толпившихся у входа в хранилище мёртвых. Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти. Велимир Хлебников, Октябрь на Неве Москва – старинный череп глагольноглазых зданий, Висящий на мече раб вечерних нерыданий. Я бы каменную бритвой чисто срезал стены эти, где осеннюю молитвой перед смертью скачут дети, и дева ночи чёрным туулом своих ресниц не осенит. Она уйдёт глазам сутулым, моё молчание извинит. Кантовские критики превратились в загадку для последующих поколений светских и религиозных философов, некоторые из которых, сновидцы ума, почитая себя апологетами истинного знания, не приминули обрушить, наверно, подданнейшего раба её Императорского Величества Елизаветы Петровны – был и такой эпизод в биографии Мануила Канта – громы, анафем и молнии из туч придворной атмосферы. Освещая карту нашей души, со временней Хлебникова отец Павел Флоренский окрестил немецкого метафизика с толпом злобы благопротивным… В самом деле, каков смысл выведенного философом априоризма? Что такое «я мыслю» трансцендентального единства о перцепции? Только ли это всеобщие и необходимые понятия, обеспечивающие понимание и согласие разных голов? Кто такой гносиологический субъект, безличный и одновременно надличностный, новый творец эмпирически сущего феноменального мира? Рационально описанный Кантом «Logos Poeticus» Аристотеля? Или объективный, если не сказать «святой» дух? Свет Христов, делающий человека разумным? Бессознательное творческое начало? Люцифер, обманом соблазнивший познать? Философ не даёт ответа. «Рассудок больше всего действует в темноте, тёмные представления выразительнее ясных, все акты рассудка и разума могут происходить в темноте», – почти в мистическом духе повествует Кант. «На большой карте нашей души, так сказать, освещены только немногие места». Конец цитаты Напитка огненной смолой Я развеселил суровый чай, И лиля разуму долой Провозгласила невзначай. И пара глаз на кованом затылке Стоит на страже бытия, Лепёшки мудрые и вилки, Цветов кудрявая и смелая семья. Прозрачно-белой и кривизной Нас отражает самовар, Его дыхание и зной, И в небо падающий пар, Всё бытия даёт уроки, Забудь, забудь, времён потоки. Пламя пожаров социальных Потрясений порождает дерзание новых творческих сил, захватывает дух жажды революционного преображения и освобождения из оков старой культуры, что в свой черёд ещё больше усиливает разрушительные устремления в обществе, хотя одновременно создаёт предпосылки для возникновения новых конструктивных образцов мышления, деятельности, поведения. Однажды революция завершается, несмотря на уверение мудреватых кудреек в том, что есть у революции начало, нет у революции конца. Революция 1905 года, затем в феврале 1917, Октябрьский переворот, длинный список жертв, репрессий и гражданской войны. Однажды революция завершается и настаёт время подводить итог всего хорошего, что осталось в сухом остатке в колымаге столицы мира. В Харькове жил Велимир Хлебников. Решили его проведать. Очень большая квадратная комната, в углу железная кровать, без матраца и тюфячка, в другом углу табурет. На табурете – обгрызки кожи, дратва, старая оторванная подмётка, сапожная игла и шила. Хлебников сидит на полу и копошится в каких-то ржавых, без шляпок, гвоздиках. На правой руке у него шиблета. Он встал нам навстречу и протянул руку с шиблетой. Я, улыбаясь, пожал старую дырявую подошву. Хлебников даже не заметил. Есенин спросил. – Это что у вас, Велимир Викторович? Сапог вместо перчатки? Хлебников сконфузился и покраснел ушами. Узкими, длинными и похожими на спущенные рога. Вот. Сам сапоги тачалил. Садитесь. Сели на кровать. Вот. И он обвёл большими, серыми и чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, глазами пустынный квадрат, оклеенный жёлтыми, выцветшими обоями. – Комната, вот, прекрасная. Только не люблю, вот, мебели много, лишняя она, мешает. Я подумал, что Хлебников шутит. А он говорил строго, тормоша волосы, низко, под машинку, остриженные после тифа. Голова у Хлебникова, как стакан простого стекла, процвечивающий зелёным. – И спать бы, вот, можно на полу, а табурет нужен. За место стола я на подоконнике пишу. Керосина у меня нет. Вот и учусь в темноте писать. Всю ночь сегодня. Поэму. И показал лист бумаги, исчерченной каракулями, сидящими друг на друге, сцепившимися и переплетшимися. Невозможно было прочесть ни одного слова. – Вы что же, разбираете это? – Нет. – Думал, вот, строк сто написал. А когда вот рассвело, вот и глаза стали горькими. Поэму жаль вот. Но ничего. Я, знаете, вот научусь в темноте, непременно в темноте. На Хлебникове длинный чёрный сюртук с шёлковыми лацканами и парусиновые брюки, стянутые ниже колен обмотками. Подкладка пальто слушает тюфяком и простынёй одновременно. Хлебников смотрит на мою голову, разделённую ровным, блестящим, как перламутр, пробором и выутюженную жёсткой щёткой. – Марингов, мне нравится вот, знаете, ваша прическа. Я вот тоже такую себе сделаю. Есенин говорит. – Велимир Викторович, вы ведь председатель земного шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародным и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание. Хлебников благодарно жмёт нам руки. Анатолий Борисович Варингов. Роман без вранья. Может, я вырос чугунною бабой На степях у неба зрачка, Полны зверей они? Может, письмо я, бледное, слабое, на чаше других измерений» . С инженерно-конструкторской задачей построения языка в языке и, главное, открытия законов такого построения, тождественной, по сути, задачи восполнения трансцендентального субъекта творческой личностью, председателя земного шара, не справился бы ни один коллектив поэтов, филологов, философов, методологов. Вряд ли достаточны были бы усилия всего правительства земного шара, подписи которого собирал Велимир Хлебников. Даже Академии наук, вкупе с заинтересованными общественными организациями, не смогли бы друг другу помочь в этом деле. Задачей проложения пути к мировому заумному языку мог справиться разве что гений, который всегда – прямо таки по Жаку Дорида – письмо бледное, слабое, на чаши других измерений, который всегда один в поле воин. «Господи, отелись в шубе из лис» Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова – вот моё первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польс. Увидя, что корни – лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки – моё второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку. Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена «Манч, манч» из «Ка» вызывали почти боль. Я не мог их читать, ведя молнию между собой и ими. Теперь они для меня ничто, отчего я сам не знаю. Но когда Давид Бурлюк писал сердце, через которое едут суровые пушки будущего, он был прав, как толкователь вдохновения – оно – дорога копыт будущего, его железных подков. Велимир Хлебников Свояси Не чёртиком масленичным я раздуваю себя до писка смешного и рожи плаксивой грудного ребёнка. Нет, я из братского гроба и похорон колокол воли, руку свою подымаю сказать про опасность. Далёкий и бледный мною указан вам путь, а небольшими кострами для варки быка на палубе вашей вам знакомых и близких. Да, я срывался и падал. Тучи меня закрывали и закрывают сейчас. Но не вы ли падали позже и гнали память крушений? В камнях невольно лепили тенью земною меня за то, что напомнил про звёзды и был сквозняком быта этих голиков. Не раз вы оставляли меня и уносили моё платье, когда я переплывал проливы песни, и хохотали, что я гол. Вы же из себя раздевали через несколько лет, не заметив во мне событий вершины, пера руки времён, задумай писателя. Я одиноким врачом в доме сумасшедших пел свои песни. Лекарство 1922 Неделю спустя перед Тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников в холщовой рясе босой и со скрещенными на груди руками выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты, посвящающие его в председателе. После каждого четверостишая произносит «Верую». Говорит верую так тихо, что еле слышим мы. Есенин толкает его в бок. – Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит. Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая. Но при чём же здесь публика? И ещё тише одним движением рта повторяет «Верую». В заключение, как символ земного шара, надеваемому на палец кольцо, взятое на минуточку у четвёртого участника вечера Бориса Глубаковского. Опускается занавес. Глубаковский подходит к Хлебникову. – Велимир, снимай кольцо. Хлебников смотрит на него испуганно за спину. Глубаковский сердится. – Брозур околомать, а давай кольцо. Есенин надрывается от смеха. У Хлебникова белеют губы. – Это, это, это шар! Символ земного шара! А я, вот, меня, Есенина, Майоренгоф, председатели… Глубаковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель земного шара, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет светлыми и большими, как у лошади, слезами. Перед отъездом в Москву Отпечатали мы в Харькове сборничек, Харчевня, Зорь. Есенин поместил в нём кобыль и корабли. Я встречу Хлебников, поэму и небольшое стихотворение. Анатолий Борисович Маренгоф Роман без вранья Москвы колымага, в ней двоимага, Голгофа Маренгофа, Город распорот, воскресенье Есенина, Господи, атилис в шубе из лис. Апрель 1920-го. Мира Оси Данник Звездный Противоречия противоречию рознь Уже в 1765 году Кант, исследуя опыт введения философию отрицательных величин, указал на различия между реальными противоречиями, без которых немыслим окружающий природный и социальный мир, и противоречиями, логическими, помыслить которые невозможно. А не может в одно и то же время и в одном и том же отношении и быть и не быть присущим Б. Вместе с тем, поскольку отрицательное притяжение есть отталкивание, запрещение есть отрицательное повеление, а наказание – отрицательная награда, то очевидно, что отрицательные величины в философском, а не математическом смысле относительные, а отрицательные только по отношению друг к другу. Из противоборства всяких двух отрицательных по отношению друг к другу начал Георг Гегель впоследствии вывел диалектические законы развития. В личностных противоречиях, в поединке мыслей в произведениях Хлебникова, Маяковского, Мариингофа, Есенина, диалектика становления творческого духа, освобождающегося от образцов мещанской культуры в пользу тотальной субъективации данного якобы априори. Загорясь противоречием к временам обыкновенным, всё запело человечьим песен словом вдохновенным. В этот миг золотого сияния, в небе плещущих огненных крыл, только выскажи лучшие желания, три, чтобы выбор у Господа был. Кто был обижен земной, сечи отцовских мечей, по смерти оденется мной в светоч венка из лучей. Из сумрака серого рождается дерево, нагибаясь к соседу, и веет беседу. Велимир Хлебников, Медлу и Лайли Урбанисты Хлебников, Майковский, Мариингоф, Хлебников, Именно они бросают каменным подбородком городов самые жёсткие вызовы и оценки, порываясь бежать. Но куда? В чёрте петербургской шутки на выход первого номера журнала «Аполло» 24 октября 1909 г., стоявший на выступе дворца Геракл оживает, крепко жмёт руки и размышляет. Поверите, но среди людей я чувствую себя как живой ивовый пруд среди прутьев, пошедших на корзину. Потому что живой души у городских людей нет, а есть только корзина. Я живо представляю себе жреца Дианы с его весёлыми блестящими глазами и чувственным красным ртом. Он бы, конечно, сказал, старший товарищ и пьяница, что между мной и горожанином та разница, которая существует между живым оленем и черепом с рогами, есть некие лакомка и толстяк, который любит протыкать вертелом. Именно человеческие души слегка наслаждается шипением и треском, видя блестящие капли, падающие в огонь, стекающие вниз. И этот толстяк – город. Конец цитаты. Студент трёх факультетов Математического, Естественного, Филологического, Казанского и Петербургского университетов Велимир Хлебников испытывает ужас учёного, которому вдруг под увеличительным стеклом вместо кусочка ткани растения привиделся Волынский переулок с выходящими и входящими людьми, с полузавешанными занавесями окнами, с читающими и просто сидящими друг на другом усталыми людьми. Он не знает, куда идти – в кусочек растения под увеличительным стеклом или в Волынский переулок, где живёт. Там не один и тот же я там и здесь, под увеличительным стеклом в куски растения и в вечернем дворе. Вселенная новопрошания мои. Тиха. Он, город, синим оком горд и красотой железа сила, В лицо небеснейший изморт жевал железные удила. Он, город, синими глазами скосил скулы жестокой надписи и чёрным зеркалом заранее он завывал деревням «Нас спаси!» Жестокий, мрачный и опальный, широкой бритвой горло нарежь. Из всей небесной готовальни ты вынул битву и мятеж. Он, пастух красивых денег, созыватель сизых гуль, заплетал весёлый веник громкий вой железных пуль. И синими глазами падали, уходит в мёртвую тоску. Кукушка ласковая, надо ли часам тоски пробить «Ку-ку». И вечно слаб к тебе, о, водка, воспет убийством в зеркалах, могучим камнем подбородка он опирался на кулак. Когда чернел высокий глянец его таинственных зеркал, он улыбался самозванец и жертву новую искал. Крутят колёса, крутят колёса, город понёсся, город понёсся. Дома пробегали худыми кривляками, кланялись старым знакомым. Могила и свадьба сошлися собаками на площади, видны хоробам. 1920-1921 Но и на сельской дороге повелитель мира будет таким же случайным гостем, как Пушкин или Ленский. То, может быть, Пушкин или Ленский по Ниве идут деревенской, и слабая кашка запутает ноги случайному гостю сельской дороги. «Знаете, мы, городские жители, как привычные пьяницы, говорит одна из героинь Фёдора Сологуба, так втягиваемся в городскую жизнь, что уже иначе не можем жить. Как русалку нельзя вытащить на берег, задохнётся, так и мы с вами там, в этой тёмной глуши, жить не сможем, да и делать нам там нечего». Фёдор Сологуб. Звериный быт Коперниканская революция в мире культуры на пути овладения самовитым словом – дело, скорее, у лицетворца, чем пахаря. Урбанистам нет исхода из городов, но и жить в жестоком, мрачном и опальном созывателе сизых буль. Разве можно? Как найти точку опоры? Есть предложение. Одно. Рассматривать землю, как звучащую пластину, а столицы, как собравшуюся в узлах стоячих волн пыль. Другое. Знать одну только столицу – Россию и две только провинции – Петербург и Москву. Быть волной, которую не уловить никаким неводом постановлений. Считать себя непобедимым родом лют-лучей, озаряющих вселенную. Там, где мы, там всегда вокруг нас лучисто распространяется столица. Третье. Уже не столько предложения, сколько кричали. Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лад, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда и колем усталые бока колёсиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой. Мы, сидящие в седле, зовём туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные, как невод на морском берегу, стеклянные, как чернильница, ведут междоусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений. По салоне. Уже написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла. И если люди соль, не должна ли солонка идти по салонь? Положив тяжёлую лапу на современный город и его улиц и творцев, восклицая «Бросьте, ваши крысятники!» и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под коптистой рукой. Доски победителей уже брошены, и победители уже пьют степной напиток. Молоко кобылиц – тихий стон побеждённых. Велимир Хлебников. Мы и дома. Вообразить страну одним большим городом – для этого нужна смелость будет Лянина. Не это ли ноосфера Владимира Ивановича Вернадского, в которой природный ландшафт разумно преобразован в искусственный и человек на равных сосуществует с природой. Не раб, тварь дрожащая, но и не царь, чья жадность велика, а эксплуатация нещадна. Общий культурный фон, на котором возникали отважные футуристские и будетлянские порывы русского абангарда, был серым холстом позиционной войны с редкими яркими пятнами, казалось бы, ничего не значащих игр со словом. Бо-бе-оби – пелись губы, Ве-е-оми – пелись взоры, Пи-е-е-е-о – пелись брови, Ли-е-ей – пелся облик, Гзи-гзи-гзе-о – пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. 1908.1909 Кафе поэта в Домино помещалось на Тверской, 18, как раз против теперешнего телеграфа. Я заметил, что чувством иронии иногда обладает и загадочный рок, тот самый загадочный рок, с которым каждый из нас вынужден считаться, хотя бы мы и не верили в него. А я говорю это к тому, что над футуристической вывеской «Домино» во весь второй этаж растянулась другая вывеска – чинная и суровая. На ней чёрными большими буквами по белому фону было написано «Лечебница для душевнобольных». Вывеска радовала наших многочисленных врагов, а нас повергала в отчаяние, как самое настоящее бедствие. Но ничего поделать мы не могли, так как во втором этаже действительно пытались лечить сумасшедших. В тот предвеседний вечер 1919 года в маленьком зале, плавающем в папиросном тумане ржаво-серого цвета, громовержец выступал с докладом «Наши урбанисты. Маяковский Марингоф Шершеневич». Трибуна и узкий стол, за которым сидели мы трое, были обтянуты корпором. Лица и фигуры различались с трудом. О посетителях придётся сказать так. Комиссарская даха из лошадиного меха, буденовская длинная шинель, студенческая шинелишка, овчинный полушубок, побуревший от фронтовых непогод, чекистская кожаная куртка, интеллигентская шуба с облезлым котиковым воротником-шалью, пальтецо, подбитое ветром. Курили мужчины, курили женщины, причём на каждую обыкновенную приходилось примерно две проститутки. Пар валил не только из открывающихся ртов, но и от стаканов с морковным чаем. Температура в зале была ниже нуля, но не настолько ниже, чтобы могла охладить литературные страсти. Жена громовержца, щупленькая, карликовая и такая же черноволосая, жгуче черноволосая, как её супруг, сидела одна за столиком возле самой трибуны. Её круглые глазки, не мигая, смотрели в упор на человека. Они были похожи на две дырки от больших гвоздей в белой штукатуренной стене. А её толстые и сочные губы цвета сырого мяса, не отрываясь, сосали дешёвые папироски, дым от которых она по-мужски выпускала из ноздрей. Громовержец гордо провёл по волосам, серебрящимся от перхоти. Его короткие пальцы были похожи на жёлтые окульки толстых папирос. – Разрешите, товарищи, мне вспомнить один совет Льва Николаевича Толстого? И громовержец надменно повернулся к нам. – Уж если набирать в рот всякие звучные слова и потом выпускать их, то читайте хоть фета. Умный совет. Лев Николаевич кое-что понимал в литературе. Щупленькая супруга громовержеца захохотала восторженно, но одиноко. Это было мужественно с её стороны. Громовержец пребывал в приятной уверенности, что каждого из нас он по очереди насаживает на вилку, кладёт в рот, разжёвывает и проглатывает. Не имея в душе ни своего бога, ни своего чёрта, он вылез на трибуну только для того, чтобы получить удовольствие от собственного красноречия, – говорил газетный критик с подлинной страстью дурно воспитанного человека. – Товарищи, их поэзия дегенеративна. Он сделал многочисленную паузу, которая в то время называлась «Паузой художественного театра». Это, товарищи, поэзия вырожденцев. Футуризм, иммажинизм, поэзия вырожденцев. Да-да, вырожденцев, но, к сожалению, талантливых. Щупренькая супруга в сиротливом одиночестве опять захохотала и бешено захлопала в ладоши. Ручки у неё были шершавые и красные, как у тех девочек, что до самой глубокой осени бегают по двору без перчаток. «И вот, товарищи, эти три вырожденца…» Громовержец всткнул коротким пальцем в нашу сторону. «Эти три вырожденца…» – повторил он, – «три вырожденца, что сидят перед вами за красным столом, возобнили себя поэтами русской революции. Эти вырожденцы…» – всякий оратор знает, как трудно бывает отделаться от какого-нибудь словца, вдруг прицепившегося во время выступления. Оратор давно понял, что повторять это проклятое словцо не надо, набило оскомину, и, тем не менее, помимо своей воли, повторяет его и повторяет. В феврале 1910 года секретарь редакции журнала «Весна» Василий Каменский знакомит Виктора Хлебникова с участниками художественно-психологической группы «Треугольник» художником Михаилом Матюшиным и его женой-поэтессой Еленой Гуро, а также с братьями Давидом Владимиром и Николаем Бурлюками, которым он перебирается жить из прикладбищенского дома с окнами на могильные кресты. При переезде Давид Бурлюк подбирает с пола автограф «О, рассмейтесь, смехачи!» Чемоданчик, мешок, наволочка, набитая скомканными бумажками, тетрадными обрывками, листками и клочками листков – «рукописи», – бормочет поэт. В марте того же года организатор выставок нового искусства художник и теоретик авангарда Николай Иванович Кульбин – врач главного штаба, действительный статский советник – включает смехачей в сборник «Студия импрессиониста». Заклятие смехом приносит имени Велимира Хлебникова известность, и уже в апреле 2010 года на оборотной стороне обойной бумаги выпускается первый сборник авангардистов «Садок судей» без буквы «Ять», без твёрдых знаков и ещё с какими-то «фокусами» Николай Гумилёв. Поэты называют себя «будетлянами» и ведут себя по отношению к благопристойному литературному миру отнюдь недружелённо. В «Садке судей» математик и орнитолог Хлебников публикует первую часть драмы маркиза «Дезес» – начало поэну «Журавль» и стихотворение в прозе «Зверинец», прежде отвергнутое редакцией журнала «Аполлон» по-видимому, не одним только заведующим литературно-критическим отделом Гумилёвым, но и Михаилом Кузьминым, у которого Велимир, будучи ещё Виктором, числился в учениках. Мы сюда приходили, как нежные боги, В венках из листвы, что старинней, чем мир, И старые главы, и строгие ноги Месяца иней слил в общий кумир. Теперь мы приходим ордой дикарей, Гордых и голубоглазых, И шепчем «Скорее! Скорее! Скорей! Чужбина да сгинет В кровавых заразах!» С оружьем палец в шестопёрах, На теле кожа рыси, И клич на смелых горах Несёт нас к вольной выси. 1911 О сборнике авангардистов Николай Степанович Гумилёв сообщает. Из пяти поэтов, давших туда свои стихи, подлинно дерзают только два – Василий Каменский и Велимир Хлебников. Остальные просто беспомощны. Велимир Хлебников – визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли – своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий. В этом отношении его можно сравнить с Алексеем Ремезовым, писавшим свои сны. Но Ремезов – теоретик, он упрощает контуры, обводит линии толстой чёрной каймой, чтобы подчеркнуть значительность сонной логики. Велимир Хлебников сохраняет все нюансы, отчего его стихи, проигрывая в литературности, выигрывают в глубине. Отсюда иногда совершенно непонятные неологизмы, рифмы, будто бы притянутые за вонусы, обороты речи, оскорбляющие самый снисходительный вкус. Но ведь чего не присниться, а во сне всё значительно и самоценно. Николай Гумилёв. Письма о русской поэзии. О, сад! Сад! Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку. Где немцы ходят пить пиво, а красотки продавать тело. Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, ещё лишённым вечера, днём. Где цесарки, иногда звонкие сударыни с оголённой и наглой шеей и пепельно-серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звёздные ночи. Где в малайском медведе я отказываюсь узнать со-северянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за порт Артур. Где волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами. Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под залобленной бровью, и этой птицы, родича царственных птиц, один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. О, сокола, побивающие грудью цапель! И острый, протянутый кверху клюв её, и булавка, на которую насекомых садит, редко носитель чести, верности и долга. Где красная, стоящая на лапчатых ногах, утка, заставляет вспомнить о черепах тех, павших за родину русских, в костяках которых её предки вели гнёзда? Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь давшим обет безбрачия? Где Россия произносит имя казака, как орёл-клёкот? Велимир Хлебников, Зверинец В декабре 1912 года, с выходом в свет сборника, а затем и листовки, самовито утверждающих право поэта на слово «новшество», увеличение словаря произвольными и производными словами, общественный вкус получает пощёчину. Хлебников, братья Бруляки, Маяковский, Кручёных, Лившиц и Кандинский заявляют. Читающим наше новое первое неожиданное. Только мы – лицо нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее геероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочее, прочее, с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней? Кто же, доверчивый, обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми. Всем этим Максимом Горьким, Куприным, Блоком, Сологубом, Ремезовым, Оверчинком, Чёрным, Кузьминым, Буниным и прочее, прочее, нужна лишь дача на реке. Такую награду даёт судьба Портным. С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество. Мы приказываем чтить права поэтов. Первое – на увеличение словаря в его объёме произвольными и производными словами словановшества. Второе – на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку. Третье – с ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников, сделанный банными венок грошовой славы. Четвёртое – стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования. И если пока ещё и в наших строках остались грязные клейма ваших здравого смысла и хорошего вкуса, то всё же на них уже трепещут впервые зорницы новой грядущей красоты самоценного самовитого слова. Пощёчина общественному вкусу. Грабатая ехь Будрае дитя, мови, Когда будешь червивым мешком, Мешком туго завязанным, Полным до краёв, Буду любимцем звёзд, Буду, балуя, правень, Звёздной конницей с полохогривой. Поклонимся, в знак внимания, До пояса, Будрому дитяти. 1907 Биографы замечают, что Велимир Хлебников требовал вычеркнуть Михаила Кузьмина из списка тех, кому нужна лишь дача на реке, однако в итоге уступил. В таких уступках он тоже был Хлебниковым, ставил поэтическую задачу, давал способ его разрешения, а пользование решением для практических целей это он предоставлял другим. Громовержец подошёл к самому краю эстрады и по-наполеоновски сложил на груди свои короткие и толстые руки. – Итак, суммируем. Эти три врожденца… Маяковский ухмыльнулся, вздохнул и, прикрыв рот ладонью, шёпотом предложил мне и Шершеневичем. – Давайте встанем сзади этого мозгляка, только тихо, чтобы он не заметил. – Отлично, – ответил я, – это будет смешно. И мы трое, одинаково рослых, с порядочными плечами, с теми подбородками, какие принято считать волевыми, с волосами коротко подстриженными и причёсанными по-человечески, заложив руки в карманы, стали позади жирного лохматого карлика. Стали этакими добрыми молодцами пиджачного века. – Эти вы рожденцы! – туманный зал залился смехом. Громовержец, нервно обернувшись, поднял на нас на трёх верзил испуганные глаза шарики. Майковский писал про свой голос. – Я сошью себе чёрные штаны из бархата голоса моего. Вот этим голосом он презрительно ободрил несчастного докладчика, глядя на него сверху вниз. – Продолжайте, могучий товарищ. Три вы рожденца слушают вас. Громовержец от ужаса втянул голову в плечи. Смех зала перешёл в громоподобный грохот. Казалось, что вылетят зеркальные стёкла, расписанные нашими стихами. Бедняга Болтун стал весьма торопливо вскарабкиваться на стул, чтобы сравняться с нами ростом. – Товарищи! Товарищи! Я, как всегда, остаюсь при своём мнении. Они – эти вы рожденцы! – Больше он не мог произнести ни одного слова. Зал, плавающий в тумане, как балтийский корабль, оглушительно свистел, шикал, топал ногами, звенел холодным оружием, шпорами и алюминиевыми ложками. – Вон! Вон! Брысь! В обоз! Помойное ведро! В те годы подобные эмоции не считались предосудительными. В левых театрах висели плакаты следующего содержания. Аплодировать, свистеть, шикать, топать ногами и уходить из зала во время действия разрешается. Жирный оратор, тяжело отдуваясь, сполз сначала со стула, а потом с эстрады. Его щупленькая мадам, всхлипывая, вытирала слёзы красными шершавыми кулачками. Губы цвета сырого мяса страдальчески дёргались. – Целечка, голубонька, не надо, не надо! – умолял её громовержец, сразу очеловечившийся. Анатолий Борисович Марингов Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги. Москва! 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 Москвлаг племён! Каких племён гудки ты не переваяла в молчанье? В тебе древних городов ракит таяло звучанье. И если ищешь ты святыню, найдёшь в Кремлею. Я взором в башне ты не млею. 1908 – 1909 Немного лет спустя царственные критики литературы социалистического реализма, не гнушаясь самой очевидной лжи, будут обличать Будетлян, футуристов, мирискусников и иммажинистов, как порождение разлагающейся буржуазной культуры, чуждое здоровому пролетарскому искусству Константина Федина, Всеволода Вишневского и Миколы Бажана. Яв сделается воистину гробатой. А поиск святынь в Кремле Москва переваяет в молчанье, и, стараясь предать забвению всю дружную тусовку будетлян, заклейнит Владимира Маяковского двусмысленной славой нашего первого поэта. Самовитое, самоценное, самосущее, свободное, запредметное слово самостоятельно будет пролагать пути в языке и литературе. Глокая куздраштека будланула бокра и курдячит бокрёнка, – предложит Лев Владимирович Щерба в качестве введения к основам языкознания в 1928 году. «Сяпала калуша по напушке и увазила бутявку», – сочинит Людмила Петрушевская в 1984-м. Долой слово средство! В эпоху массовой культуры, одним за другим производящие объекты-симулякры, этот призыв никогда не утратит своей актуальности. Долой слово средство, повседневную, навязшую в зубах речь, да здравствует язык, дом бытия. Довольно натягивать формы слов на вещи, давно переросшие слова, жить старыми понятиями, мёртвыми, дурно пахнущими словами и формами слов, обманывать самих себя, имитировать жизнь, подменять её кондовым бытом великой державы и тяжёлой плотью гаубиц и миномётов. Могот подземных, ярод земных, излучена месть, нагот уземных, стыдот наземных, излучена лесть, изведана сладость, отпита чаша, радость, радость, ты уже наша. Сущность поэзии – это жизнь слова в нём самом, вне истории народа и прошлого народа. Этот аисторизм Велимира Хлебникова – аисторизм трансцендентального субъекта Эммануила Канта. Марксисты и егельянцы возьмутся доказать историческую сущность трансцендентального. Хайдеггерствующие услышат зов бытия, в котором слово, как таковое, живо своим развитием в доме бытия – языке. Это изначальное сокровенное узнавание истины бытия в языке – феномен, определённый русским поэтам как «будетлянство». Речетворец, будь он поэт для поэтов, Велимир Хлебников , непременно будет председателем земного шара, ибо именно его жертву, вверяя ему свой удел, принимает живое слово. Нас спрашивают об идеале, пафосе. Ни хулиганство, ни подвиг, ни фанатик, ни монах – все талмуды одинаково губительны для речетворца, и остаётся всегда с ним лишь оно – слово, как таковое. Велимир Хлебников Если бы в сущностной основе исторического человека не совершалось временами сокровенное узнавание, он никогда не был бы способен на благодарную признательность, коль скоро во всяком признании и в любой признательности должно ведь быть какое-то осмысление, изначально узнающее истину бытия. Но как ещё иначе, какая бы то ни было, человеческая общность найдёт себя в изначальной признательности, если не так, что расположение бытия через открытое отношение к нему самому придаст человеку то благородство нищеты, в котором свобода жертвы таит сокровище своего существа. Жертва есть расставание с сущим для того, чтобы сохранить расположение бытия. Жертву, конечно, можно подготовить и обслужить делами и достижениями в круге сущего, но её никогда невозможно таким путём совершить. Её совершение коренится в неотступности, с какой каждый исторический человек, поступая и бытийное мышление есть поступок, хранить достигнутое присутствие для сохранения достоинства бытия. Эта неотступность есть спокойная решимость, не дающая оспорить свою затаённую готовность к расставанию, какого требует существо всякой жертвы. Жертва таится под кровом события, каким выступает бытие, когда захватывает человека, требуя его для своей истины. Поэтому жертва не терпит никакого расчёта, всякий раз пересчитывающего её на какую-то пользу или бесполезность. Всё равно низкие или высокие поставлены цели. Такой пересчёт искажает существо жертвы. Одержимость целями спутывает ясность готовой к ужасу робости жертвенного дерзания, отважившейся на соседство с нерушиным. Мартин Хайдегер. Послесловие К. Что такое метафизика? Мира оси данник звездный. Я омчусь, как колесо, пролетая вмиг над бездной, задевая краем бездны. Я учусь. Соловесо. 1907 Уже тогда, в 1907 году, Мира оси данник звездный принёс свою жертву, расстался с сущим миром словесных средств и вещей для того, чтобы в творческом осмысляющем мышлении сохранить расположение бытия. Нехитрый скарб. Чемоданчик, мешок, наволочка, набитая скомканными бумажками, тетрадными обрывками, листками и клочками листков. Рукописи, вормучество – это. Благородство нищеты, отрешённость. Весь этот скромный круг наличных вещей – публикации, слава, инсталляции на Неве – лишь для того, чтобы подготовить и обслужить делами и достижениями жертву словотворчества, взрыва глухонемых пластов языка, в неотступности которого председателю земного шара хранить достигнутое присутствие для сохранения достоинства бытия. В 1914 году, в первом номере «Аполлона» Николай Степанович Гумилёв предупредил Хлебникова о шумихе, поднятой вокруг его неокрепшего дарования и чреватой риском, что оно в конце концов лопнет. Их отношения пресеклись после того, как в футуристическом альманахе «Рыкающий Парнас» вышел ещё один манифест, подписанный Хлебниковым – «Идите к чёрту!» Свора Адамов с пробором Гумилёв-Маковский-Городецкий-Пяст начала окружиться пёстрым хороводом вокруг утвердившихся футуристов. «Шёл бы ты к господину Гумилёву!» – – поговаривали об эстетах и тайных парнастцах, скандализирующие авангардисты. Неумь, разумь и безумь. Три сестры плясали вместе В покрывальностях бездумий, в покрывальностях невесты. Руки нежные свелись, ноги нежные взвелись, Всё кругом сплелось, свелось, Вязкой манью расплылось, 1907. Май 1916 года. Царицын. Военный лазарет пехотного запасного 93-го полка. Рядовой Велимир Хлебников пишет в Петроград генерал-медику главного штаба Кульбину. Пару лет тому назад вызванному им на дуэль. Николай Иванович, я пишу вам из лазарета чесоточной команды. Здесь я временно освобождён от в той мере несвойственных мне занятий с троем, что они кажутся казнью и утончённой пыткой, но положение моё остаётся тяжёлым и неопределённым. Я не говорю о том, что, находя среди ста человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем, до проказа включительно. Пусть так, но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь с него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я другой, не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я ещё жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло – оправдание другого зла и их цепи? Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. Шагистика, приказания, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углублённости я совершенно лишён возможности достаточно быстро и точно повиноваться. Как солдат я совершенно ничто. За военной оградой я нежто, хотя и с знаком вопроса я именно то, чего России не достаёт. В ней было очень много в начале войны хороших солдат, сильных, выносливых животных, не рассуждая повинующихся и расстающихся с рассудком, как с калошами, усами. И у ней мало или меньше других. Прапорщикам я буду отвратительным. Конец цитаты. Я не знаю, земля кружится или нет. Это зависит, уложится ли в строчку слово. Я не знаю, были ли моей бабушкой или дедом обезьяны, так как я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого. Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце и жилу моей руки соединила общая дрожь. Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, как олень оленя, о, их прекрасные глаза. Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остаётся, когда косу любимой девушки заменить, например, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня солнце, небо, жемчужную пыль. 1909 Дворянчики, что ударом в подбородок заставляли солдат держать голову выше и смотреть веселее, победу в какой войне думали они одержать? Эта знатная золотопогонная шваль храброй была у себя в усадьбе и с лишёнными разума животными, которым по уставу или господам уставы не писаны, затягивали пояс на животе, упираясь в него коленом. Вызывает сомнение, что золотопогонники вообще имели какое-то отношение к традициям русского воинства . Какая-то страшная произошла подмена офицерства под заборной шпаной, после чего подмена идей Николая Фёдоровича Фёдорова и Владимира Сергеевича Соловьёва многообещающими, но пустыми лозунгами от Ульянова Ленина и Бронштейна Троцкого кажется детской игрой в крысу? На какую победу рассчитывало царское офицерство и особенно те генералы, кто с декабря от 1916-го упорно настаивали на отречении Николая Романова от престола? В войсках порядок не могли нанести, а государственное устройство взялись решать как за солдата, так и за царя – пожалуй, что без царя в голове. И о какой победе грезил российский самодержец, ныне святой, но от того не менее заслуженный? Я вырван из самого разгара похода за будущее и теперь недоумеваю, что дальше. Исключительно точная характеристика духа времени, данная поэтом. А что я буду делать с присягой, я, уже давший присягу поэзии, если поэзия подскажет мне сделать из присяги каламбур остроту, рассеянность? Рассеяна и растеряна за два года войны была вся Россия. Никудышный полководец с маниакальным упрямством отказывался от заключения сепаратного мира с кузеном Кайзером и задолго до мятежа белочехов раскроил всю страну от Москвы до Аляски, чтобы обеспечить Антанти победу. Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землёй и разрушены. А что же, самодержец всея Руси и прочее прочее должен был неким чувством обладать, хотя бы чувством ответственности за вере на его попечению не всегда разумный народ? Поэтому, так как я полезен в области мирного труда, всем и всем ничто на военной службе, даже здесь меня признали физически недоразвитым человеком. Меня давно зовут Оно, а не он. Я – дервиш, йог, марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка. Конец цитаты Где, как волосы девицыны, плещут реки, Там, в Царицыне, Для неведомой судьбы, для неведомого боя, Нагибалися дубы, нам ненужной тетивою. В пеший полк, девяносто третий, Я погиб, как гибнут дети. 1916 Бывает, что государственная безопасность – тело не агентов и офицеров на поле брани, а солдат, рядовых своего отечества на поле мысли и не расходящейся с этой мыслью деятельности. Ефрейтор, отличник боевой и политической подготовки, образцовый солдат, с одной стороны, физически недоразвитый, чересчур углублённый в себя во время строевых экзорсисов – дервиш. Оно – ходячее недоразумение с другой. Реальные, ненадуманные противоположности. Только дуболом додумается поставить их в один строй. Дуболом в золотых погонах 1916 года и новейший, призывающий студентов творческих вузов – всех от скрипачей до артистов балета во имя очередного спасения Отечества в 2016. Известно, чем это закончилось в 1916. Быть может, поэтому в 1923-м Владимир Маяковский видит спасителя в лице нежного юного комсомольца, тихого химика. Отрицательные величины, учит диалектика, относительные, т.е. отрицательные только по отношению друг к другу. Где будет спаситель – в кабинете, в лаборатории или кровожадные и глупые старцы опять чертят линию фронта? В окопе. Велимир Хлебников – один из наших поэтических учителей, великолепнейший и честнейший рыцарь в нашей поэтической борьбе. Владимир Маяковский. Кто скажет, какая борьба подлинна – недолговечная ругань с нарядами здесь, на земле, или непрестанное дилектическое становление смысла и слова «там» виртуальной реальности Господа Бога? Кто станет более матери истории ценен после 2016-го? Отличный солдат или урус-дервиш, отбросивший будничную чушь и спасающий язык? Рассудить можно будет никак не раньше 2116-го. А пока табун шагов, чугун слонов, много хоботных тел – словом, сюрреализм и феодальные законы досоветской и постсоветской среды. Если можете, Николай Иванович, то сделайте то, что нужно сделать, чтобы не променять поэта и мыслителя на солдата. Удивительно. В Германии и Гёта и Кант были в стороне от наполеоновских бурь, и законы среды разрешали им быть только поэтами. В самом деле, в мирное время нас и меня звали только сумасшедшими, душевнобольными. Благодаря этому нам была закрыта вообще служба. А военное время, когда особенно ответственно каждое движение, я делаюсь полноправным гражданином. Равные права равно равный долг. Кроме того, поэты – члены теократического союза. Подлежат ли они воинской повинности? Если можно, освободите меня из этого, надеющийся Велимир Хлебников. Здесь я буду всегда только штрафованным солдатом. Так мне враждебны эти движения, муштра. Там я могу быть творцом. Где я должен быть? Раз вы избавили меня из одной беды, во всяком случае, я заклинаю вас, вышлите заказным ваш ответ. В комиссии врачебной, конечно. Ваше мнение будет иметь громадное значение. А эта комиссия способна улучшить моё положение. Если Пушкину трудно было быть камер-юнкером, то ещё труднее мне быть новобранцем в тридцать лет, в низменной и грязной среде шестой роты, где любящий вас Велимир Хлебников. Пришлите диагноз. Конец цитаты. Табун шагов, чугун слонов, Венков на бабра повесим сонно. Скачемте вместе, Самы и Самы, много хоботных тел. Десять ничто, нас много, друзей-единицы. Заставим горлина к пушкам снаряды носить. Движением гражданина мира первого волка Похитим коней с чартом лыцкого блюда. Учёние волка, первого писаря русской земли Прославим мёртвые резцы и мертвенную драку. Шею сломим наречьем, точно гусятам, Нам наскучило их га-га-га. Наденем на мордник вселенной, Чтоб не кусала нас юноши, И пойдём около белых и узких борзых, С хлыстами и тонкие. Лютики выкрасим кровью руки Разбитой обивни вселенной, А морду вселенной, И из пушки на трупов пульмирных Пушек наделаем сна. Вещи и юноши уйдут Конец от глупых старцев Болезнь возраста И основут мировое государство Граждан одного возраста. Ступочет палка старика В мировом государстве граждан одного возраста Вещи и юноши были бы явлением Вполне обыкновенной. Если старцы не нажили ума, Из одной седины и бород Мира не слепишь. Кусающая юношей смертью Вселенная Полна столкновений и битв, Что ещё за напасть? На мордник ей напасть, По бивням кулаком и холстом. Владимир Алексеевич Хлебников, отец Виктора, Был педагогом, орнитологом и лесоводом, и детство поэта Было напоено цветами, Степью, запахом трав. Орлы, вороны, удоды, лебеди, Круглообразные кибитки И ревучие верблюды – Всё врезалось в сознание. «Принадлежу к месту встречи Волги И Каспия моря, Сигай», – Скажет он в автобиографической заметке. Оно не раз на протяжении веков Держало в руке весы Дел русских и колебало чаши. Оварцы, половцы, Хазарский Каганат, Болгарское царство, Золотая Орда, Чьи только весы Не держало в руке это место, Стан монгольских, исповедующих Буду кочевников, В степи на высохшем Дне Каспийского моря. Семья много переезжала – из Калмыкии в Олынскую губернию, затем в Сибирск, где вещий юноша начал учиться в гимназии. В 1898 – в Казань, что и свело его с Казанским университетом, альмаматор Великого Лобачевского. Учёба на математическом факультете была прервана на волею случая. 5 ноября 1903 года студенты пели у дверей университета вечную память. «Во блаженном успении, Вечный покой, подождь, Господи, Усопшим рабом Твоим, И сотвори им вечную память!» Пели в день девяносто девятилетия университета в память умершего в тюрьме больного однокашника социал-демократа Симонова. Отряд казаков разогнал протестную акцию нагайками. Нас не била плеть, но плеть свистала над нашей спиной. 4 ноября прошлого года мы мирно беседовали в этот час у самовара. 5-го мы пели. Мы стояли спокойно у дверей нашей альмаматора. 6-го уже мы сидим в пересыльной тюрьме. Вот то мое прошлое, которым я горд. Гулко падали ноги казацких коней на мерзлую землю, когда мирно скакал на нас отряд казаков. Ближе, ближе. Кони растут, становятся огромными. Огромна и эта узда, которая… Точно остановившаяся на миг в воздухе плётка. Круп, остановившийся и пятившийся в толпу лошади. Г… Больше не помню. Косматая копыта, поднятая подковой вверх, под тёмному снегу. Не смей бить! Я упал на локти, меня втащили на помост под высокие колонны. Не так ли? Это вы? – окликнули меня. – Идите сюда, голубчик. Суками в руках, в тулупах стояли вокруг нас дворники, бесстрастные и неподвижные, образовывая вокруг нас кольцо неодухотворённого человеческого мяса с душою в потёмках, не озарённой сознанием. А после две огромные неповоротливые руки, взяв подмышки, почти повели, а иногда несли, в старый каменный ящик с чёрной доской над входом, рядом с которым высилась пожарная колонча. В 1903-м казаки разгоняли студентов, если те открывали рот не в том месте и не в то время. В 1916-м Кавказская туземная дивизия стреляла по казакам, братающимся с противником на фронтах Первой мировой. Число правит миром, историю гонит по кругу. После месячного тюремного заключения страстная увлечённость учёбой и кипучая жизнерадостность сменились резкой депрессией. В феврале 1904-го года Виктор Хлебников уходит из университета, появляются его первые литературные опыты. Летом того же года он поступает на первый курс факультета естественных наук и за четыре года обучения сдаёт менее половины учебных дисциплин, но любит всё – и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Теория чисел, лекции о неевклидовой геометрии и новые идеи математической науки всё более разжигают его интерес к осмыслению будущего. ЧИСЛА Я всматриваюсь в вас, о числа, и вы мне видитесь одетыми в звери в их шкурах, рукой опирающимися на вырванные дубы. Вы даруете единство между змееобразным движением, хребта вселенной и пляской коромысла. Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы. Узнать, что будет я, когда делимая его единица. 1911-1914 В заметке о степенях «Доски судьбы» Хлебников призывает расстаться со старым скарбом повседневных щитов, как с домашней одеждой мышления, старой негодной утварью для мыслей о вселенной. Позднее Мартин Хайдеггер назовёт этот скарб вычисляющим мышлением или калькуляцией и противопоставит ему осмысляющее мышление, как единственную человеческую возможность совладать с миром техники, чей смысл скрыт от нас и чья мощь подчиняет себе человеческое существо без остатка для размышления. Человек приносит с собой в своей котомке мыслящего существа из мира повседневных дел щита овечьих стад, если он пастух – овец, щита столбиков денег, если он пастух – денег, действия сложения, как самый священный сосуд, самую необходимую утварь для мыслей о вселенной. С этим скарбом здесь нужно расстаться. Эта домашняя одежда мышления не годится. Плотник, работавший над вселенной, держал в руке действие возведения в степень. Наше понимание времени, наши судьбы – это ощущение чисел богов в счёте дней, служащих показателями степени. Свайная постройка вселенной сделана молотком степени. Её можно ощупать грубыми руками, постучать по ней руками, по её грубым брёвнам. Но нужно сбросить старые цепи обыденного человеческого мышления, действия сложения и, отказавшись от равенств низших порядков, перейти к высшим действиям над ними и вместе со всей вселенной, волна с волной, катиться по руслу наименьшего неравенства в поле наибольшего равенства. Здесь обруч неравенства сковывает неизмеримо более мощные толщи равенства. Желтели шишаки воинственных людей, Теперь там пауки, нет жреческих ветвей. Прозрачный вал громаду мыль, Секирой бей морская пыль, Приемли ночь полночной рыси чин, Волна ещё протоки вырой, Из тех брызг был храм высечен Суровую секирой. 1915. Мир современной математики, философии и поэзии, мир осмысления много сложнее, чем действия возведения в степень. Но это уже не суть важно. Поэт обращается к операциям со степенями, как к приему, способному оторвать человека от привычного калькулирующего сложения, чтобы перейти к высшим действиям разума, мыслить шире, глобальней, оторваться от меркасию минутных дел и потребностей быта. Кто-то должен совершать эту работу гиганта за всех нас. Переложить её на плечи политиков – опасное легкомыслие, чреватое тяжёлыми последствиями для всего общества. Воды будущего, где купался разум, высохнут и останется дно. Будет ли они взяли эту ответственность на себя? Гений один, и если он существует среди нас, то ничего не может быть лучше, как быть в легионе под его водительством. Митурич Быть будет ли они нам, а не рядиться в него, возможно, только в постоянном поиске основного закона времени. У слов и событий есть свои законы, числа. Их-то и надо познать. Смысл и цель чистой поэзии Велимир Хлебников ищет в теории мнимых чисел. Там, где и квадрат равно минус единице. Где-то там же – оправдание жертв русско-японской войны, цусимского сражения, сданного порт Артура. С 1905 года вещий юношей и великий гений современности настойчиво пытается осмыслить, наделить смыслом бессмысленное. Такова судьба войны. Война утонет в чернильнице писателя. Велимир Хлебников Одиночество Это был великий числяр. Каждый зверь был для него особое число. У людей были свои личные числа. Он узнавал личное число по поступе, по запаху, подобно собакам. Он кончил самоубийством со скуки. Вселенная уже перечислена. Мне нечего делать. Увы, я пришёл поздно. Горе мне опоздавшему. – Опоздавшему быть чем, – коварно, – спросим мы, рассматривая маленькую записку самоубийцы. – Её творцом? Боги мира кроются в облаках около ничего. Достаточно созерцать первые три числа точно блестящий шарик, чтобы построить Вселенную. Законы мира совпадают с законами счёта. Всё летит в ничто. Две бабочки летят в полёт слов «да» и «нет». Облако божественных мотыльков – облако зарев. Закон «Скупых чернил» руководил пером писателя, написавшего рукопись мира. Этот тёмный, чёрный, очень чёрный путь – охватить наибольшее нечто, наибольшее равенство наименьшим неравенством, вздёрнуть Вселенную на дыбы. Поэтому летят вверх знаки один, два, три цветы на озере Бога. Он говорил. Душа мыслителя, Творца, Учителя вращается около своей оси. Душа ученика, воплощающего в жизнь учение Учителя, обращается около мировой оси. Поэтому их рождения соединены законом. У меня нет государевой шляпы, У меня нет государевых бот, Небо светлое, шляпа моя, Земля серая, обувь моя. 1922. 30 октября 1955 года в речи, посвящённой 175-летию Конрадина Крейцера, Мартин Хайдегер предложил. Давайте испытаем осмысляющее мышление. Приспособления, аппараты и машины технического мира необходимы нам всем. Для одних в большей, для других в меньшей мере. Было бы безрассудно вслепую нападать на мир техники, было бы близоруко проклинать его, как орудие дьявола. Мы зависим от технических приспособлений. Они даже подвигают нас на новые успехи. Но внезапно, и не осознавая этого, мы оказываемся настолько крепко связанными ими, что попадаем к ним в рабство. Но мы можем и другое. Мы можем пользоваться техническими средствами, оставаясь при этом свободными от них, так, что мы сможем отказаться от них в любой момент. Мы можем использовать эти приспособления так, как их и нужно использовать, но при этом оставить их в покое, как то, что на самом деле не имеет отношения к нашей сущности. Мы можем сказать «да» неизбежному использованию технических средств и одновременно сказать «нет», поскольку мы запретим им затребовать нас и таким образом извращать, сбивать с толку и опустошать нашу сущность. Но если мы скажем «так» одновременно «да» и «нет» техническим приспособлениям, то разве не станет наше отношение к миру техники двусмысленным и неопределённым? Напротив, наше отношение к миру техники будет чудесно простым и спокойным. Мы впустим технические приспособления в нашу повседневную жизнь и в то же время оставим их снаружи, то есть оставим их как вещи, которые не абсолютны, но зависят от чего-то высшего. Я бы назвал это отношение одновременно «да» и «нет» миру техники старым словом «отрешённость от вещей». Мартин Хайдеггер. Отрешённость. Познал я числа, узнал я жизнь, Я лесть бессмысла, я песнь немизм. Былеликий сны копыта, Милый диким бег в забытое, Зори лица, ночи темя, Я веселье обожницы, Улетающее с тремя. 1907. Жизнь Велимира Хлебникова – это испытание осмысляющего мышления от первых литературных опытов в 1904 до последних досок судьбы в июне 1922. Восемнадцать лет не так много. Бытописатель печально саркастически замечает. Составлял доски судьбы, Искал закон предсказания событий. Увы, последнюю доску своей судьбы, Простую лавку в бане, на которой умер, Не предугадал. Недоширен. Прогулки по Серебряному веку. Предугадывает делач, Приобретатель, занятый калькуляцией Прибыли и убытков. Хлебников осмысливает. Его интенция, Понимание, понимание, Деконструкция мифа Без малого на три четверти века Опередила эпоху. Поэт, словач, изобретатель. За два года до Первой мировой он чётко указывает, Не следует ли ждать в 1917 году падения государства, Учитель и ученик. Бессилен вычислить спицы повторного колеса, Ручей времени отдельной своей жизни. Заклинаю художников будущего Вести точные дневники своего духа, Смотреть на себя, как на небо, И вести точные записи восхода и захода Звёзд своего духа. Закон кратных отношений во времени струны человечества Мыслим для войн, Но его нельзя построить для мелкого ручья Времени отдельной жизни. Отсутствуют опорные точки, Нет дневников. Последнее время перешёл к числовому письму, Как художник числа вечной головы Вселенной, Так, как я её вижу И оттуда, откуда её вижу. Это искусство, развивающееся из клочков современных наук, Как и обыкновенная живопись, Доступно каждому И осуждено поглотить естественные науки. Я ясно замечаю в себе спицы повторного колеса И работаю над дневником, Чтобы поймать в сети закон возврата этих спиц. В желании вести заумный язык в разумное поле Вижу приход старой спицы моего колеса, Как жалко, что об этих спицах Повтора жизни я могу говорить Только намёками слов. Велимир Хлебников, Свояси Тебе пою, мой синий сон, И сини сани золотые, Зимы седой и сизый стон, И тени теми голубые. 1907 Отношения Велимира Хлебникова, В котором он находился, Одновременно говоря да и нет Миру бронированных линкоров Цусимы И трансконтинентальных железных дорог, Как художник числа Вечной Головы Вселенной, Это и есть то, что Хайдегер определил Как отрешённость от вещей. Это отношение – настоящая починка мозгов, Позволяет видеть вещи не только с технической, Утилитарной стороны, но приводит к осознанию Того факта, что во всех технических процессах Господствует смысл, который располагает Нашими человеческими поступками и поведением. Оно позволяет увидеть, что не человек Выдумал или создал этот смысл. «Мы не понимаем значения зловещего усиления Власти атомной техники», – говорил Хайдегер. «Смысл мира техники скрыт от нас, Но давайте же специально обратимся И будем обращены к тому, что этот скрытый смысл Повсюду нас затрагивает в мире техники. Тогда мы окажемся внутри области, Которая и прячется от нас, И, прячась, выходит к нам. А то, что показывается, И в то же время уклоняется, Разве не это мы называем тайной? Я называю поведение, Благодаря которому мы открываемся Для смысла потаённого в мире техники, Открытостью для тайны». Мартин Хайдегер. Отрешённость Приятно видеть маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающий тестом белого хлеба Закон всемирного тяготения. Плоды сегодняшнего творчества Принадлежат будущему. Времени до сих пор приписывалась Печальная задача быть поварёнком На службе у пространства, Таинственно шмыгать заднего крыльца уравнений, Появляться на мгновение и вновь исчезать. Никто не разгадал в нём его божественного задания Быть небом, приказывающим вещам, Приказывать событиям, А не выполнять шёпоты земли бытия. «Никто не увидел в нём те облака, Где прячутся боги древних, Если разум допускает их существование. Исследовать время – Это значит снять цепь из божества, Поскольку оно существует. Не события управляют временем, А время – ими», – записывает глашатый Велимир Хлебников в «Досках судьбы» в начале двадцатых. В 1927 году Мартин Хайдегер доказывает Темпоральную структуру бытия, Открывая изначальную укоренённость понятия Времени, а не пространства, В категории бытия. Временин я, Времянку настиг, И с ней поцелуйный создал я миг. И вот я очнулся, и дальше лечу, И в яр окунулся, И в глуби тону, И крыльями слыли Черпаю Денину, И, складезя голубя, Черпаю Бадину. 1907. Нужно опровергнуть Мнение о единстве времени. Уравнения времени часто состоят из частей разного возраста. Есть времена в самом времени. Нужно выдвинуть начало множественности времён. Существующий язык знаков алгебры не пригоден для перевода на него и передачи на нём многих явлений мира времени, часто самых нежных движений, и поэтому до переработки этих знаков от многих обобщений приходится отказаться. Кажется, знака творчества будет верным спутником учения о времени. Мелимер Хлебников «Доски судьбы» Концепция самоорганизации и философия нестабильности Ильи Романовича Пригожина подтверждают, что время не является чем-то готовым, предстающим в завершённых формах, что оно конструируется в каждый данный момент, и человечество может принять участие в процессе этого конструирования. Понятие времени, используемое Альбертом Эйнштейном в теории относительности, и то время, в котором мы участвуем как разумные существа в самоорганизующихся системах – это два разных времени. Как следствие, в учении Ильи Пригожина время предстаёт множественным, и мы обнаруживаем, что современная наука о сложном опровергает детерминизм и настаивает на том, что креативность проявляется на любом уровне природной организации. Поскольку нестабильность – это существенный элемент природы и в результате целых каскадов бифуркационных изменений возникают новые, непредсказуемые макро-структуры, мы не можем достоверно прогнозировать, что произойдёт. А это означает и то, что будущее не предопределено открыто. Конец научной определённости мира встраивает человеческую созидательную деятельность в становлении природного мира в целом. Мы не можем говорить, что природа эволюционирует сама по себе, вне человеческого участия. Индивидуальные действия большевого тихого химика таким образом оказываются существенной стороной темпоральной структуры бытия. Подул и государство пали. У дул глаза во пале. 1922. С точки зрения многих философов – упомянем здесь только Бергсона, Уайтхеда, Хайдегера – события и креативность – суть фундаментальные элементы природы. В том же плане высказываются сегодня и биологи, такие, например, как Голд. Эволюция, вероятно, происходит скачками через совершение событий, а раз так, то реальное становится частным, особенным случаем вообще возможного. Илья Пригожин. Очеловечивание человека. Креативность природы и креативность человека. Замечательная особенность нашего подхода состоит в том, что он позволяет овременить пространство, наделить его временной структурой, задаваемой происходящими в пространственном, континууме, необратимыми процессами. Илья Пригожин. От существующего к возникающему. В 1984 году в работе «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой» Пригожин и Стенгерс, принимая во внимание погрешность определенной степени обобщения, установили не только закономерность возникновения сложноорганизованных структур в неравновесных системах, но и возможность аннигиляции энтропии и, соответственно, времени. Если использовать принцип методологического изоморфизма Нильсобора и перенести этот результат на общественные процессы, это означает отрицание необратимости и принципиальную возможность реверсивности не только естественной, но и социальной историей. Идеи Николая Фёдорова приобретают всё более зримые технологические очертания. И тянется голубая сеть, увлекаемая в прозор столетий рыбаками Велимира Хлебникова. Кто сможет нарушить наши законы? Они сделаны не из камня желания и страстей, а из камня времени. Всем, всем, всем. Не вы ли трубы на бат огибели? Товарищи милые, милые, вы были? Ах, в вашей власти вне не я поёт жестокий узор уравненья. Народы бросились покорно, как Польша вплавь в мои обители, Ведь я люблю на крыльях ворона глаза красивого спасителя. За не я спрятан. За ним, за ним, туда, где нем он. На тот зелёный лук за неман, за неман свинцовый и серый, За неман, за неман, кто верует. 1915 Исследуя сдвиги русского народа, Хлебников получает уравнение происхождения Третьего Рима, смерти двух царей и точек русской свободы. О числа времени и улицы числовых башен, И город с колокольнями времён, доски судьбы. Мы здесь расскажем о вашем, о нашем городе, В черты якобы красивого города прошлецов, Пращурское зодчество. 1. Город сверху. Сверху сейчас он напоминает скребницу, щётку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернёт вверх ось зрения, Увлекая за собой и каменное щегольство, Прямой угол. На город смотрят сбоку, будут сверху. Крыша станет главная, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой. Город станет ревновать своими крышами, а не стенами. Крыша, как таковая, нежится в синеве, Она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, Нести себя метлой из лёгких, Дыхательного горла и нежных глаз. Не будет выметать пыль ресницами И смывать со своего тела Гряз чёрную губкой из лёгкого. Прихорашивайте ваши крыши, Уснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах, С их грязным желанием иметь человека, Как вещь, на своём умывальнике, А на прекрасной и юной крыше Будет толпиться люд, Носовыми платками приветствуя Отплытия облачного чудовища, Со словами «До свиданья» и «Прощай», Провожая близких. Как они одевались? Они из чёрного или белого льна Кроили латы, поножи, Нагрудники, налокотники, горло, Утюжили их, И таким образом Вечно ходили в латах Цвета снега или сажи, Холодных, твёрдых, Но размокающих от первого дождя Доспехах из льна. Вместо пера у иных Над головой курилась смола, В глазах у иных Взаимное смелое, Утончённое презрение, Поэтому мостовая прошла Выше окон и водосточных труб. Люд столпился на крыше, А земля осталась для груза. Город превратился В сеть нескольких Пересекающихся мостов, Положивших населённые своды На жилые башни опоры. Жилые здания служили мосту Быками И стенами площадей колодцев. Забыв ходить пешком Или ездить на собратьях, Вооружённых копытами, Толпа научилась летать над городом, Спуская вниз дождь взоров, Падающих сверху. Над городом будет стоять Облако оценки труда каменщиков, Грозящие стать грозой И смерчем для плохих крови. Люд на крыше Вырвет у мотыги Ясную похвалу крыши И улицы, Проходящей над зданиями. Итак, его черты. Улица над городом, Игла столпы над улицей. Велимир Хлебников. Мы и дома. К зеркалу подошёл. Я велик, Не во всякую дверь прохожу. Я уравнил победы венок И листья стыда И военного срама. Для славы морской дал простой И дешёвый закон В заботе о бедных и нищих умом. Мои уравнения сильнее Морских крепостей Из железа плавучего, Островов из железа, Где плещется смерть В чёрном кружеве Чугунных цепей. В острой осоке Раскрашенных труп В паутине снастей Для бурь паука, Где певчьи птицы Щебечут чугунной пальбой, Где выстрел из мглы Бормотанье утренней Славки Белых от утра болот. И если плавучая крепость, Громада морская, Морской утюг, Чей бритвой Нос громады Бреет бурь, Собаки послушнее, Хорошо выстеганной, На голос идёт господин Ложиться в ногах, Плуг моря упругий, Гнёт повороты дороги, Кладёт и туда, и сюда, Ком ябурь, Как лемех сахи Кладёт пласты чернозёма, Так, как хочет его господин С бледным лбом. От простого нажима Руки господина Я застёгиваю перчатку столетий, Запонкой перемены знака Сменяю событий, узор и цвета. Ежели в энном ряду Усядутся в кресло два Вместо трёх. 1922. Весной 1908 года в Судаке, Где Велимир Хлебников жил с матерью, Сестрой Верой и братом Александром, Состоялось его личное знакомство С поэтом-символистом Вячеславом Ивановым, Чья статья о весёлом ремесле и умном веселье Произвела на него большое впечатление. В сентябре поэт переезжает в столицу И начинает обучение на третьем курсе Естественного отделения Физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Однако основным его намерением Было занятие литературой. Высота мысли пересекает Под прямым углом наше время ощущений. И если высота полёта Беркута Создаёт кругозор в десятки верст, Для в прахе ползающего дождевого червяка Сотни верст мира орла Обращаются по существу в точку. Нужно бояться быть милым земляным червяком В вопросах о времени, Помня, что рост в высоту Обращает и прошлое, и будущее время В одну страну настоящего. Ставя первые сваи нашего, Прямоугольного по отношению к настоящему, Отвестного мышления, Нужно помнить, Что время так же относится К высшине и высокому, Как глагол «стремиться» – стремнина, К тишине, К стихнуть и тискам. Кто в тисках, тот не может стремиться. Это обратные понятия. Отсутствие вышины Обращает в ничто круг настоящего И делает из него точку – удел червяка. Доступная уже нам высота Обращает в настоящие сотни лет Прошлого и будущего. Это не шутка. Таковы сваи другого мышления. Кто на высоте, у того нет времени, Он видит прошлое и будущее. Не следует забывать, Что если отдельные люди Движутся по времени На несколько лет Впереди остального человечества, Они достигают этого Вовышенной мысли, Прямоугольный треугольник времени, Мысли и воли, Или нанежды. Велимир Хлебников, «Доски судьбы» Судак Истлели бури Блеском мелы, Проходит барин в белом, Белом, Проходит в черном, Весь барчук, Видна гостиница Баярчук. Падал час предвечерний ранний, Взовущий Элона, Когда в каждой девице Диана, В каждом юноше Адонис, Гасит песню емщик, С облучка слезая, И вечерних ресниц Мартин Хайдеггер полагал, что Отрешённость от вещей и открытость для тайны Взаимно принадлежны. Вместе они дают человеку возможность стоять и выстоять в мире техники, уже не опасаясь его. Человек находится в опасном положении не потому, что внезапно может разразиться третья мировая война, а потому что техническая революция атомного века может захватить, околдовать, ослепить и обмануть человека так, что однажды вычисляющее мышление останется единственным, действительным и практикуемым способом мышления. О, рассмеетесь, смехачи! Умное веселье! С кем ты? Если смешики и смеюнчики смеяльно станут последним из всего, на что смеево способен человек, это будет не лучший способ вздёрнуть вселенную на дыбы и тем более далеко не цветы на озере Бога. Тогда какая же великая опасность надвигается тогда на нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность, полная бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречётся и отгросит свою глубочайшую сущность, именно то, что он есть размышляющее существо. Итак, дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в том, чтобы поддерживать размышление. Мартин Хайдегер. Отрешённость Богу! Заря слепотствует немливо, Моря яродствует стыдливо, Дитя лепотствует стеня, И я яродствую буйливо. Бога! Мы все твоя! Мы все твоя! Один ты наш! Один ты наш! 1907 В Кузнечике, в Бубеобе, в Оросмейтесь, Были узлы будущего, Малый выход Бога огня и его весёлый плес. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, Когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, Я понял, что Родина творчество – будущее. Оттуда дует ветер Богов Слово. Я в чистом неразумии писал Перевертень, И только пережив на себе его строки «Чин зван, нечем навзничь» Война. И ощутив, как они стали позднее пустотой, Пал Аноров Худ и дух ворона Лап понял их, как отражённые лучи будущего, Брошенные подсознательным «Я» на разумное небо. Ремни, вырезанные из тени рока и опутанные ими, Дух остаются до становления будущего настоящим, Когда воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно. Велимир Хлебников. Свояси. Зеленядины трав во взор упадут, Пролив ручей от трав неясной песню дут, Поют, поют кузнечики, И чёт сменяет нечит, Закат красив резьбой, Сруб тучи глядит избой, Блестит вдали река, Ступочет палка старика. Русь, ты вся поцелуй на морозе. Отрешённость от вещей и открытость для тайны никогда не придут к нам сами по себе, не выпадут на нашу долю случайно. Мартин Хайдегер учил, что они уродятся лишь из неустанного и решительного мышления. Размышляя об истоках творчества и корнях Конрадина Крейцера, которые питала силами его Родина, Мартин Хайдегер обращал внимание соотечественников, что это именно мы мыслим, когда мы осознаём себя здесь и сейчас людьми, призванными найти и подготовить путь в атомный век, через него и из него. Это именно мы мыслим, осознавая себя здесь и сейчас людьми, размышляющими о словановшестве и досках судьбы Велимира Хлебникова. Это именно мы здесь и сейчас заняты осмыслением, как говорил Маяковский вот с этой, с нынешней страницы. Этот выход на путь осмысления спасающий, спасающий мысль поэта от забвения, спасающий нас от утраты своей сущности в смеянствовании и смеяльном, зверином бытии и тяжёлой плоти, спасающий человека от волкодава атомного века. Если отрешённость от вещей и открытость для тайны пробудятся в нас, то мы выйдем в путь, который ведёт нас к новой почве для коренения и стояния. На этой почве творчество может пустить новые корни и принести плоды на века. Так в другой век и несколько по-другому сбываются вновь слова Иоганна Петера Геббела. Мы – растения, которые, хотим ли мы осознать это или нет, должны корениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды. Мартин Хайдегер. Отрешённость Русь, ты вся поцелуй на морозе. Синеют ночные дорози, Синею молнией слиты уста, Синеют вместе тот и та. Ночами молния взлетает порой Из ласки пары уст, И шубы вдруг проворно обегает, Синея молния без чувств, А ночь блестит умно и чёрно. 1921 Ночь, тьма, безязыкость, бездна ничто, Завеса бытия. Историческое человечество глухо к знамениям. Бытийное мышление признаёт непредвидимый приход неподрасчётного, Того, что должно свершиться, Вопреки или благодаря наличной исторической необходимости. Присутствие поэта в историческом человечестве исходит из неотступного бытия истины, от которого истина бытия загорается здесь и сейчас в каждом потаённом источнике, хранящем мысль, послушную голосу бытия. В сентябре 1908 года Хлебников подал прошение о переводе на факультет восточных языков по специальности санскритской словесности. Позднее всё-таки перевёлся на историко-филологический факультет славяно-русского отделения. Он входит в круг поэтов-символистов и знакомится со своими ровесниками – поэтами Николаем Гумилёвым и Алексеем Толстым. А Михаила Кузьмина, старшего его на тринадцать лет, считает магистром, у которого в подмастерьях. Не шалить Эй, молодчики-кубчики, ветерок в голове, В пугачёвском тулупчике я иду по Москве, Не затем высока воля правды у нас, В соболях-рысаках, чтоб катались глумяс, Не затем у врага кровь лилась по дешёвке, Чтоб несли жемчуга руки каждой торговки, Не зубами скрипеть ночью долгою, Буду плыть, буду петь Доном, Волгой. Я пошлю вперёд, вечеровые уструги, Кто со мною в полёт, а со мной мои други. Февраль 1922. В письме к матери в город Лубны Полтавской губернии 16 октября 1909 года он сообщает «Я познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга Гумилёв, Ауслендер, Кузьмин, Гофман, Граф Толстой, Гюнтер и другие. Моё стихотворение, вероятно, будет помещено в Аполлоне, Новом литературном журнале, выходящем в Питере. Дела с университетом меня сильно утомляют и отнимают много времени. Я подмастерь, я ему учитель Кузьмин, автор Александра Македонского и другого». Гумилёв собирается ехать в Африку. Гюнтер, надежда немецкой литературы, собирается женить Кузьмина на своей кузине. Граф Толстой собирается написать роман о освободиться от чужих влияний. У Гумилёва странные голубые глаза с чёрными зрачками. У Толстого вид современника Пушкина. Некоторые пророчат мне большой успех. Но я сильно устал и постарел. Целую и обнимаю всех клубнистов и одесситов. В письме к брату в Одессу неделю спустя. «Дорогой Шура, как дела в Одессе? Я пишу наскоро письмо. Я буду участвовать в Академии поэтов. Вячеслав Иванов, Михаил Кузьмин, Брюсов, Маковский и её руководители. Я познакомился с Гюнтером, которого я полюбил, Гумилёвым, Толстым. Я поправился и хорошо смотрюсь. Гумилёв написал Данте, которая тебе, я помню, понравилась. Напиши мне, что ты думаешь о его поэзии. Я очень её ценю за глубину, искренность и своеобразие, Чего у меня бедно. Моё стихотворение в прозе будет печататься в Аполлоне, И я делаю вид, что очень рад, хотя равнодушен. Я пришлю тебе оттиск. Я подмастерье знаменитого Кузьмина. Он мой магистер. Он написал подвиги Александра Македонского. Я пишу дневник моих встреч с поэтами. Стихотворение в прозе «О сад, сад, зверинец» В Аполлоне так и не вышло. Для поэта эта публикация была важна, Хотя извещал брата, что равнодушен. Был бы равнодушен, не писал бы о ней в обоих письмах Ещё до печати. В пору дуэли Гумилёва с Волошиным Пути юноши «Я – мир» и редакции журнала «Аполлон» Разошлись навсегда. Юноша, я – мир. Я – клетка волоса или ума большого человека, Которому имя – Россия. Разве я не горд этим? Он дышит, этот человек, и смотрит. Он шевелит своими костями, Когда толпы мне подобных кричат «Долой» или «Ура». Старый Рим, как муж, наклонился над смутной Тёмной женственностью севера И кинул свои семена в молодое женственное тело. Разве я виноват, что во мне костяк римлянина? Побеждать, завоёвывать, владеть и подчиняться – Вот завет моей старой крови. 1907. Я – любочь жемчужностей смеха, Я – любочь лиунностей греха, Смехи грехи – всё моё, Сладок грех мне – сладко дно. 1908. Осенью 1909 года Виктор Хлебников даёт имени Велимир Бытие. Поэзия, благодарная признательность и мыслящее узнавание Взаимно обращены друг к другу и одновременно раздельны в нём. Велимир – южнославянское имя, означающее «большой мир». Забота об употреблении языка и долго хранимая безязыкость высветляют новую область сказывания мыслящего в большом мире Велимира Хлебникова . В бытии этого поэтического именования изначально уже исполнилась вся судьба его человеческого существа. Мышление бытия не ищет себе никакой опоры в сущем. Бытийное мышление чутко к неспешным знамениям неподрасчётного и признаёт в нём непредвидимый переход неотклонимого. Это мышление внимательно к истине бытия и тем помогает бытию истины найти своё место в историческом человечестве. Такая помощь не добивается никаких успехов, потому что не нуждается в воздействии. Бытийное мышление помогает простой неотступностью присутствия, насколько от неё, без того, чтобы она могла здесь распоряжаться или хотя бы знать об этом, загорается ей подобное. Мысль, послушная голосу бытия, ищет ему слово, в котором скажется истина бытия. Только когда речь исторического человека возникает из этого слова, она весома, а когда она весома, ей обещано обеспечение беззвучного голоса потаённых источников. Мышление бытия стоит на страже этого слова и в такой осторожной строгости исполняет своё предназначение. Это – забота об употреблении языка. От долго хранимой безязыкости и от тщательного прояснения высветляющейся в ней области приходит сказывание мыслящего, того же происхождения поэтическое именование, поскольку, однако, тоже тождественно только как различное, а поэзия и мысль наиболее чистым образом тождественны заботливости слова. Они одновременно всего дальше разделены в своём существе. Мыслящий даёт слово бытиё. Поэт именует святое. Каким образом осмысливаемые из существа бытия поэзия, благодарная признательность и мыслящее узнавание взаимно обращены друг к другу и одновременно раздельны, должно, конечно, остаться здесь открытым. По-видимому, признательность и поэзия по-разному возникают изначальной мысли, которой они требуют, не умея всё же сами по себе быть мыслями. Людям известно, конечно, многое об отношении философии к поэзии. Мы, однако, ничего не знаем о диалоге поэта и мыслителя, которые на ближних вершинах живут, разделённые бездной. Одно из сущностных средоточий безязыкости – ужас в смысле отшатывания, на который настраивает человека бездна ничто. Ничто, как другое сущему, есть завеса бытия. В бытии изначально уже исполнилась всякая судьба сущего. Мартин Хайдегер. Послесловие К. Что такое метафизика. Я и ты были серы. Возникали пенные женщины истинны. В них было более истины, чем меры. 1915 год. Конец октября. Финский залив. Обед на даче Бутбергов. За столом сказано. Вера, дочь хозяина дома, невеста банковского служащего. Он мысленно заплакал. Она налила вино. Сказала. Курить – признак мужества. Курите. Ура. Она прекрасна. Сосредоточенно курит. Шутит. Пойти разве и мне на войну? Сестра рассмеялась. Когда он кончил читать стихи, она сказала с улыбкой. – Жалко. Наливая вино, спросила. – Вам можно? Он краснел, благодарил и смотрел. Через неделю, посмотрев на золотые и тяжёлые обручальные кольца, решил. Неужто это сон и последние испытания? Больше я никогда любить не буду. Кому, сказатеньки, как важно жила барынька? Нет, не важная барыня, а, так сказать, лягушечка. Толста, низка и в сарафане. И дружбу вела большевитую с сосновыми князьями. И зеркальные топила обозначили следы, где она весной ступила, дева ветреной воды. 1908 – 1909. Как женщину ты родину любил, – сказал Николай Некрасов о Николае добролюбове. И ниже одной из строфой раскрыл суть не столько аскетизма, сколько именно отрешённости от вещей. Вера Бутберг вышла замуж за банковского клерка. И дальнейшая судьба её неизвестна и неинтересна. Был ли её муж разорён после Октябрьского переворота, поставлен к стенке, голодал или они спокойно дожили остаток дней в солнечной Калифорнии – кому какое дело? Сколько их было? Кесарю Кесарева. Само её имя сохранилось, как мгновение жизни поэта, и потолуло в ночи умной и чёрной, в безязыкости и в бездне ничто. Читаю известия с соседней звезды. Зазор. Новость. На земном шаре, без пролития одной капли крови, основано правительство земного шара, в капле крови и море в большом тону суда. Думают, что это очередной выход, буддетлян, этих больших паяцев солнечного мира, чьи звонкие шутки так часто доносятся к нам, перелетев в небо. На события земли учёные устремили внимательные стёкла. Я вскочил с места. Скомкло известия. Какая ложь! Какая выдумка! Ничего подобного! Я просто на песке, на берегу южного моря, где синели волны, написал мои числа, и собралась толпа зевак. Я говорил. Я больше божества, я больше небес. Вот переставим здесь, переменим знак, и пали людей государства. Столицы сделались пеплом, чтоб зеленела трава. Я дешевле и удобнее богов. Не требую войн и законов. Моё громадное преимущество. Чёрным могучим быком я не гнался за смертною. Не был оводом. Я удобен, как перочинный нож, и потому сильнее божеств. Возьмите меня вместо ваших небес. Чёрточки – боги судьбы, созданные мной. Так же мне не надо кровавых жертв. Это мои превосходства, как мужчины и Бога. 1920 – 1921 Столичная чиновница, 30 лет верой и правдой высиживающая должность в Министерстве образования, в приватной беседе с учителями словесности делится обширным знанием о бытии и личной жизни писателей и поэтов. Что за люди? Пушкин – дуэлянт. Лермонтов – задира. Проходу не давал, потому и убили. Гоголь – психический. Достоевский – игрок. В казино просаживал всё до копейки. У него и роман такой есть. Толстой с женой – кошка с собакой. Маяковский – шведская семья. Есенин – пьянь. Скандалист. Блок – вечный девственник. Нет, с ними невозможно. Как с такими можно жить? Бедные женщины. Связались на свою голову. «Мой век!» – восклицал Анатолий Марингов. Молодой, горячий, буйный и философский. Наш век, скажем, век клерков. Недошивинок. Чиновниц из прачечных Министерства культуры и такого же образования. Учащих страну, как Родину любить надо. Совсем недавно, вслед за золотом пушкинской поры и серебряным веком русской поэзии и искусства, наш век хотел блистать бронзой. Теперь, как ровная улыбка возрастной красотки, металлокерамика. Железные цветов – побеги. Туши и тела – железной дичи. Так под красным флагом прозаседали одну государственность, теперь под триколором прозаседают оставшиеся. Интеллигенции подобного толка всё равно. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Владимир Майковский, Баня Наш век хорошо, если не оловянный. Старый жёлтый мохнатый лев С глазами старого знакомого Кривым ножом кому-то угрожал холодно. И солнце, тучная девица, любит варенье, А льву закатилось за плечо. Железные цветов – побеги. Охотник оловянных рощ. Железной дичи – туши и тела Вдоль стен висели. Железный урожай труда В деревьях оловянных. 1921. В январе 1914 года в рецензии на первый авторский сборник Хлебникова с громким названием «Рев» Николай Степанович Гумилёв писал Как поэт, Виктор Хлебников заклинательно любит природу. Он никогда не доволен тем, что есть. Его олень превращается в плотоядного зверя. Он видит, как на вернисаже Жевают мёртвые птицы на шляпках дам, Как с людей спадают одежды И превращаются в шерстяные в овец, Мняные в голубые цветочки льна. Он любит и умеет говорить о Давнопрошедших временах, пользоваться их образами. Например, его первобытный человек рассказывает, Что было со мной недавней порой, Зверь с рёвом гаркая, Страшный прыжок, Дыхание жаркое, Лицо ожог, Гибель какая, Дыхание дикое, Глазами сверкая морда великая, Но нож мой спас, Не то я погиб, На этот раз был след ушиб. И в ритмах, и в путанице синтаксиса Так и видишь испуганного дикаря, Слышишь его взволнованные речи. Несколько наивный шовинизм Дал много ценного поэзии Хлебникова. Он ощущает Россию как азиатскую страну, Хотя и не приглашает её учиться мудрости у татар, Утверждает её самобытность И борется с европейскими веяниями. Многие его строки кажутся обрывками Какого-то большого, никогда не написанного эпоса. Мы водяному деду стаей шутя Почешем с смехом пятки. Его семья простая была у нас на святке. Слабее всего его шутки, Которые производят впечатление не смеха, а конвульсий. А шутит он часто и всегда не кстати, Когда любовник Юноны называют её Тётенька милая, Когда кто-то говорит От восторга выпала моя челюсть, Грустно за поэта. В общем, Хлебников нашёл свой путь, И, едя по нему, он может сделаться поэтом значительным. Тем печальнее видеть, Какую шумниху подняли вокруг его творчества, Как заимствуют у него не его достижения, А его срывы, которых, увы, слишком много. Ему самому ещё надо много учиться, Хотя бы только у самого себя, И те, кто раздувают его неокрепшее дарование, Рискуют, что оно, в конце концов, лопнет. Конец цитаты Печальная новость 8 апреля 1916-го Как и я, верхнеги, Я, оскорблённый за людей, что они такие, Я, вскорбленный лучшими зорями России, Я, повитой лучшими свистами птиц, Свидетели, Вы, лебеди, дрозды, журавли, Во сне провлекши свои дни, Я тоже возьму ружьё, Оно большое и глупое, Тяжелее почерка, И буду шагать по дороге, Отбивая в сутки Триста шестьдесят пять тысяч триста семнадцать ударов, Ровно, И устрою из черепа брызги, И забуду о милом государстве двадцати двухлетних, Свободном от глупости возрастов старших, Отцов семейства, Общественные пороки возрастов старших, Я, написавший столько песен, Что их хватит на мозг до серебряного месяца, Нет, нет, волшебницы, Дар есть у меня, Сестры небоглазой, С ним я распутаю нить человечества, Не проигравшего глупо Вещих эллинов грёз, Хотя мы летаем, Я ж негодую на то, Что слова нет у меня, Чтобы воспеть мне Изменившую избранницу сердца, Нет, в плену я У старцев злобных, Хотя я лишь кролик Пугливый и дикий, А не король государства времён, Как называют меня люди, Шаг небольшой, Только ик, И упавшее, Ох, Кольцо золотое, Что катится по полу. 1916. 25 мая 1917 года, На параде в день займа свободы, Грузовик под плакатом «Против войны» С председателями земного шара Велимиром Хлебниковым, Петниковым И Владимиром Маяковским, Он запрыгнул в кузово Под аркой главного штаба, Вырывается из колонны и мчит, Мчит вдоль невы в будущее, Велимир торжествует, Улыбаясь он читает стихи, Вчера я молвил, Гуля, Гуля, И воины прилетели И клевали из рук моих зерно, И ящер зеленак на стуле Целует жалом ноготь крали, Но в чёрных чёботах оно И два прекрасных богоеда Ширяли крыльями небес, После чего на болотистой почве Невы Появляется знамя председателей земного шара. А они трубили, Мы – победа, Но нас бичами гонит бес, И надо мной склонился дёдер, Покрытый перьями гробов, И с мышеловкою у бёдер, И с мышью судеб меж зубов. Смотрю – избилистая трость, И старые синеющие зины, Но белая, как лебедь, кость Вертляво зетит из корзины. Я вскрикнул – горе, мышелов, Зачем судьбу устами держишь? Но он ответил – судьболов, Я и меры чисел самодержец. Но клюв звезды хвостатой Клевал меня в ладонь, О, жестокан, мечтою ратуй, Где звёздной шкурой блещет конь. И воины крыльями черпали Мой стакан среди рядов берёз, И меня молки – жестокан, Не будь, не будь убийцей грёз, Кружась волшебной жемжуркой, Они кричали – веяли, веяли, Венчали бабочку и турку, И все заметно порыжели. Верхом на Мареве – убийца воин, Судья за раз чумных за раз Ударил костью в синий таз. Но ты червонную сорочкой Гордись, остиснув у дела, Тебя так плаха родила, И ты чернеешь взоров точкой, Сверкнув летучей за ревницей, Копытом упирался в зень. Со скрипкой чум приходит день, И в горло соловья какует. И то, где ты, созвездие, Лишь пенка, В него упёрлися двазенка, А сей в одежде ясных парч Держал мой череп, точно харч. И мавы в лиственных одеждах, Чьи зебри мяса лишены, И с пляской юношей на веждах Гордились обликом жены, Как рыбы в сетях, В паутинах, Зелёно-чёрных волосов, На лапах шествуя аутиных, Запели про страну усов. 1917. Первая русская женщина, Профессор математики Софья Васильевна Ковалевская Своим даром числа Полагала, Была обязана тому, Что стены её детской В усадьбе Полибина Случайно, Из-за нехватки обоев, Были оклеены страницами Из трудов её дяди, Профессора Остроградского По высшей алгебре. Семилетний ребёнок, конечно, Не разбирал знаков равенств, Степени, Скобки, Иксы И дифференциалы, Которые представлялись Чем-то волшебным И неподрасчётным, Но именно их начертания Оказали решающее влияние На её судьбу. Она проникла в тайну Неведомых, Загадочных знаков. И равновесие Кольца Сатурна, Как-то возможно, Получило решение Во втором приближении В 1889 году За решение задачи Обращение Тяжёлого Несимметричного Волчка Парижская Академия Присудила Софье Ковалевской Большую премию. «Говорят, что стихи Должны быть понятны», – рассуждал Король Государства времён. – Так понятна Вывеска на улице, На которой Ясным и простым языком Написано «Здесь Продаются…» Но В этом вывеске Ещё не есть стихи, А она понятна. С другой стороны, Почему Заговоры, Заклинания, Так называемые Волшебные речи, Священный язык язычества, Эти Шагадам, Магадам, Багадам, Пиц, Пац, Пацу, Суть вереницы Набора Слагов, Которым Рассудок Не может дать себе Отчёта И являются, Как бы, Заумным языком В народном слове. Между тем, Этим непонятным словам Приписывается Наибольшая власть Над человеком, Чары-ворожбы, Прямое влияние На судьбы человека. В них Сосредоточена Наибольшая чара. Им Предписывается Власть Руководить Добром и Злом И управлять Сердцем Нежно. Молитвы Многих народов Написаны на языке, Непонятном Для молящихся. Разве Индус понимает Веды? Старославянский язык Непонятен Русскому, Латинский Поляку И Чеху. Но написанная На латинском языке Молитва Действует Не менее сильно, Чем вывеска. Таким образом, Волшебная речь Заговоров И заклинаний Не хочет иметь Своим судьёй Будничный Рассудок. Велимир Хлебников Говорят, Что стихи Должны быть Понятны. Город, где люди Прячутся От безумия, И оно Преследует Города, Как лицо Убитой Широко Раскрытыми Зрачками, С ним Много Приподнятыми Кудрями. Город, Где, Спасаясь От Сластолюбивых Коз, Души Украшают Себя Шипами И горькими Ядами, Мечтая Стать Несъедобными. Дом, Но красивое, Красивое Где? Город, Где в таинственном Браке И блуде Люда И вещи Зачинается Нечто Без имени, Странное, Нечто, Чтобы сплести Из них Корзину Для ношения Золотистых Плодов, Рыб Или Грязного Белья Каких-то Небесинь. Что Тонко Ощущено Человеком У Дальнего Моря, Возвещающим Кончину Мира С высокой Сосны, Так как Уходит Человек И Преуходит Нечто. Но Силу Плетущих Рук За Свою Собственную Город, Где 1909. Убийца Убийца Воин Автор Усмеяльных Смехачей. Он обрёл свободу от вещей, полюбив выражения вида квадратного корня из минус единицы, которые, как замечено, отвергают прошлое. Не разнотствуя с Богом до миротворения, он делается шире возможного, данного природы, и, простирая закон мнимых чисел над пустотой, надеется видеть его. Народ 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 Божичий, Заревеющих Даже лишь волимому. Хлебников Курган Святогора Что ему жизнь? Ему, проникшему в особую природу числа и валящему ныне познания от древа мнимых чисел. Решт Дети пекут улыбки больших глаз жаровнями тёмных ресниц и подают случайным прохожим. Лотки со льдом, бобы и жмыхи, и залежи кувшинов голубых, чей камень полон святогор. Синевы, То камнеломни цвета голубого для путника случайного. Темнеет сумрак, быстро пав, и запечатанным вином проходят жёны мимо улиц. 1921 Дети пекут улыбки больших глаз жаровнями тёмных ресниц. Они должны крениться в земле, чтобы, поднявшись, цвести в эфире и приносить плоды. Дети своего века Софья Ковалец, Велимир Хлебников, Николай Гумилёв, Сергей Есенин, как чадо мавритийского древа, как открытый глаз атома, океан островов, светят в культуре, послушно хранящей тайну того, кто, словно древо Игдразиль, пророс главою семью семь вселенных. Я умер и засмеялся. Просто большое стало малым, малое – большим. Просто во всех членах уравнения бытия знак «да» заменился знаком «нет». Таинственная нить уводила меня в мир бытия, и я узнавал вселенную внутри моего кровяного шарика. Я узнавал главное ядро своей мысли, как величественное небо, в котором я нахожусь. Запах времени соединял меня с той работой, которой я не верил перед тем, как потонул, увлечённый её ничтожеством. Теперь она висела, пересечённая тучей, как громадная полоса неба, заключавшая текучие туманы и воздух и звёздные кучи. Одна звёздная куча светила, как открытый глаз атома. И я понял, что всё остаётся по-старому, но только я смотрю на мир против течения. Я вишу, как нетопырь своего собственного «я». Я полетел к родным. Я бросал в них лоскуты бумаги, звенел по струнам. Заметив колокольчики, привязанные к ниткам, я дёргал за нитку. Я настойчиво кричал «Ау!» из-под блюдечка, но никто мне не отвечал. Тогда закрыл глаза крыльями и умер второй раз, прорыдав, как скорбен этот мир. Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б не во жизни. Николай Некрасов 28 октября 1885 г. В семье попечителя округа Владимира Хлебникова, в селе Тундетове Малодербетовского улуса Астраханской губернии, родился сын Виктор, орнитолог, числяр, поэт, отрешённый от вещей и открытый для тайны, повелитель мира. Меня окружались степь, цветы, ревучие верблюды, круглообразные кибитки, моря овец, чьи лица однообразно худы, огнём крыла пестрящие простор удоды, пустыни неба гордые пожитки. Так не текли за ними годы. Отец далёких гроза сайгаков стяжал благодарность калмыков, порой под охраной надёжный казаков углублялся в глушь степную караван. Разбои разнообразили пустыни мир, и вороны кружили, чуя пир, когда брецала медь оков, ручные вороны клевали из рук моих мясную пищу, их вольнолюбивее едва ли отроки, обречённые топорищу. Досуг со мною коротая, звенящим криком «Сирота я!», летела лебедь, склоняя шею, я жил, природа, вместе с нею. Пояс казаков с узорной резьбой мне говорил о серебре далёких рек, порой зорницей вспыхнувший разбой. Вот что наполняло мою душу человек. 1909